здравствуйте мне с высоты моего опыта про практике ситуация такая мне это хорошо понятно большинство людей мире к сожалению непонятно поэтому я являюсь посвятителем то есть эта деятельность называется просветительский то есть я объясняю поясняю людям что нужно делать как нужно делать чтобы добиться успеха это конечно об этом кстати рассказывают всякие бизнес тренеры типа anthony robbins вот болтологии занимаются то есть эту тему пытаются поднять что мешает продвинуться жизни а продвинуться мешает и понимание многих вопросов многих моментов первое уже достаточно давно в мире например в тех же соединенных штатах пропагандируется и муссируется мысль постоянно говори как говоришь никакой дискриминации по качеству языка не будет глухое вранье та же самая история в любой абсолютно любом государстве то есть подданы внушают что от качества их речи малышам не зависит продвижение в обществе то есть они все равны все поют национальный гимн все там не знаю рассказывают что наша страна лучшая независимо страны от северной кореи до канады но при этом целыми районами не знаю целыми комьюнити как тут говорят комьюнити люди говорят на родном языке настолько отвратительным образом что не могут продвинуться по социальной лестнице ну понятно что я говорю пожалуйста поставьте плюсики народу правящие классы народу это не говорят работодатели работодатели тоже этого не говорят но как только ваши вещи письменные или устным встречается неграмотный оборот да простое несогласование вот у меня например на сайте и на одном из сайтов предложение начинается в таком ключе а заканчивается в другом представляете себе люди читают и говорят которые не заканчивали филфаков они говорят написано неграмотно я вам не верю позавчера разговаривал с человеком из эквадора он обратил внимание на несколько ошибок на моем сайте на испанском языке знаешь что он мне сказал он не ходит люди говорят не знают наши люди испаноязычные не знают как правильно но от того что но они видят что это неправильно и и чувствую что это неправильно раз неправильно значит они не покупают не покупают не продукт не человека такового то есть наша задача хорошо выглядеть ясно думать не болеть быть здоровым саморазвиваться и что производить хорошее впечатление на людей так вот все эти товарищи отель от начиная с карнеги они нам пытались внушить что главное это манеры то есть подачи подачи какие-то нлп нлп это neurolinguistic programming 2 жулика из канады изобрели вот такую странную науку как когда-то хаббард изобрел дианетику сэнтологию то есть они просто изобрели да умные люди они изобрели нечто что в принципе хорошо продается и научились его хорошо продавать то есть они распространили нлп то есть умение влиять на людей фактически сделать вид что чтобы вести себя так чтобы тебе поверили чтобы ты мог как-то take advantage кого-либо да чтобы ты мог получить больше чем даешь то есть основная торговля в мире крутится вокруг простой истины демократия якобы когда демократические отношения между людьми дает нас демократия то есть тебе одну дольку апельсина мне эту только апельсина и не знаю маруси тоже одну только апельсина это будет поровну это демократия демократический подход проголосовали к сожалению на самом деле человек всегда пытается дать меньше а получить больше его для этого существует собственно говоря для этого существуют различные учения понимаете чтобы как-то продвинуться так вот чтобы продвинуться и чтобы на тобой не смеялись нужно очень хорошо говорить на языке и писать говорите писать на языке сайбаба кто знает сайбабу по станции круг 5 кто помнит сайбаб сайбабу или сайбабу но неважно как петька говорил василий ивановичу василий иванович а али бабу поймали на что василий иванович отвечал алик стенки бабу ко мне вот такая ситуация то есть я имел честь работать помогать в скандинавском центре сайбабы очень хорошо знаю знаю ситуацию так вот многие интеллигентные люди которые работали сайбаба общался с народом на английском языке письменно и устно но в его речи было как бы были ошибки и из-за этих ошибок миллионы людей грамотных ему не доверяли кому понравилось поставьте пожалуйста цифру 7 спасибо и все они как бы ну не прямо говорили что не доверяют а как бы шушукались знаете за спиной великого миссии то есть сайбаба объявил себя воплощением божества да то есть он это новый новый кришну вишну я не знаю прибыл шива кто-то прибыл это божество он объявил себя богом но при этом бог писал с ошибками результате по всему миру эти тексты они пытались конечно платить чтобы платить там чтобы эти тексты убирали по максимуму и суд обращались но народ четко писал понимаете бог не может ошибаться хорошо бог не может ошибаться спасибо бог не может ошибаться а кто может ошибаться да никто а ассенизатор может ошибаться и будет обращается курьер несущий чушь может ошибаться, техничка, то есть уборщица в школе может разговаривать абы как, понимаете? Но уже когда речь идет о нянечке, вашего ребенка, вы хотели бы, чтобы нянечка разговаривала на чистом, чистом русском, чистом украинском, чистом белорусском, чистом казахском и тому подобное. Вам не нужны, даже вам не нужны, вашей семье не нужны безграмотные люди. Вот представьте себе, что кто-то из Краснодара научил вашего ребенка проистосить гэ. Вообще огонь, сейчас напишу вам. Ну там есть градация такая, огонь, да? Не огонь. Значит, градация такая, огонь, да, смотрите, огонь это хорошо. Бывает вообще-вообще не огонь, бывает вообще огонь, бывает не огонь. Бывает огонь, бывает вообще огонь и бывает вообще-вообще огонь. Кому понравилось, поставьте плюсики, спасибо. Так вот, если ваш ребенок вместо гэ будет произносить, или вы будете произносить вместо гэ, произносить огонь огород то извините меня 99 процентов 99 процентов потенциальных партнеров работодателей с вами общаться не будут дальше так вот практически все курсы русского английского школы в америке в россии где угодно работают мне это доподлинно известно поскольку я занимаюсь этим вопросом много-много лет я фактически единственный человек который занимается всемирной системой образования никто ни у кого на это видимо то ли времени нет то ли не хватит то ли ума не хватило понимаете у журналистов то есть я единственный журналист расследователь всемирной системы образования я вам говорю что происходит а происходит следующее они не учат а делают вид они не учат ознакомят то есть по выход по выпуску по выходу да по получению диплома школы вуза даже если ты сам написал курс писал курсовые сам писал дипломную работу ты все равно пишет недостаточно грамотно почти гарантированно недостаточно грамотно пишешь хорошо это всегда можно отдать редактору например написать резюме корявое косое а я не видел я еще не видел ни одного преподавателя английского из стран бывшего ссср который бы смог написать нормальный резюме без редактора носитель языка то есть вот такой уровень представьте наша задача наша задача первая задача это научиться улучшить письменный русский улучшить письменный английский улучшить письменный казахский что хотите нужно его постоянно улучшать нужно включить механизм постепенного пусть в час по чай на ложке но каждый день чуть-чуть то есть включить методику выработать привычку по чуть-чуть совершенства постоянно совершенствоваться в языке и не только самому но еще продолжает совершенствовать своих родных и близких язык уровень л 어려 ensemble своих родных и близко ну так да ребенок что до искала что говорить что-то не то ребята сказал что ты нет domains например ребят говорит так папа сказал я не то что ты ему говоришь нет такой порядок слов неприемлем тебя у тебя на работу не возьму нормальную работу начальником не станешь тебя погонят шею прямо пятилетки говорить нужно говорить папа я я давайте хорошо мне было бы если бы ты принес мне мне принес бы вкусное что-нибудь вот этот порядок слов неприемлем в мире вообще неприемлем при устройстве на работу неприемлем при попытке произвести впечатление на девушку или парня неприемлем то есть для того чтобы хорошо представиться ставится в одном из в одном из с в одной из историй брал солдата швейка романа кашика про выхождение брал солдата швейка во время второй мировой войны жених пришел к отцу перспективно невесты молодой человек и когда он увидел отца сурового отца богатого он оглушительно пукнул понимаете вот после чего отец сказал отличный способ представляться пригласил его накормил напоил но естественно выгнал шею потом он говорит прекрасно представились то есть все стоимость момента как он сделал что-то не то все его шансы шансы жениться на дочери на дочери этого человека на дочери промышленника извините свелись к нулю то есть по слову встречают по действию встречают так вот поскольку никто не совершенствует речь только об этом только болтают речь усовершенствует на курсах невозможно речь совершенствуется не так как они и преподают то есть они рассказывают тебе типичный урок 15 минут 45 минут урок лучшие репетиторы российской федерации телевидении ирина шарымова постановка техника речи ставит технику речи моя знакомая моя ученица но она ученица как бы я учил английскому она ставит русский так она как ставит она меня пыталась меня меня с моим сотрудником пыталась извините развести на деньги и на время она меня то есть типа шестов вы спец по английскому а я по русскому выяснилось шарымова а это ее родители заслуженные артисты народные артисты российской федерации то есть это потомственная театралка она слова пишут с ошибками паразитка я попросил за деньги сделать словарь словарь сложных слов на русском языке у нее где-то каждое 70 или 50 слово было написано с ошибкой она писала их по памяти и не помнила как они пишутся то есть это получается получается что когда шарымова пишет кому-то письмо и в нем встречаются такие грубые наигрубейшие смешные ошибки реально вот просто как будто иностранец писал естественно шарымова говорит шарымову говорят вот вам бог вот он порох типа начинают ее пытаться отшить но говорит она паразитка красиво то есть выезжает выезжает на красивом разговоре и так далее то есть если кто-то обычно смотрите то есть мы должны при обучении при изучении английского или при изучении русского и украинского мы должны разговаривать и писать на очень на очень хорошем уровне на высоком уровне да мы должны писать на очень хорошем уровне но этого не происходит так значит а да конечно то есть получается что 99 процентов людей на планете недоучки то есть их недоучили язык передается по наследству школа в школа в совершенстве устного и письменного языка принимает очень слабое участие то есть если у родителей нет денег на бесконечных репетиторов еще как повезет бесконечных то есть много денег на репетитора чуть ли не каждый день репетитор должен постоянно теребить ребенка школа и школа этого не сделает ни при каких обстоятельствах платная не платная потому что детей больше не теребят пороть их никто не полет короче говоря дисциплина плохая исполнительская и тому подобное так вот сломанным английским жизни нет сломанным русским ломаные русские это когда вы неправильно употребляете любые формы например не склоняете а 1560 а 1560 примерно в 1650 1650 русскоязычная молодежь повально не умеет склонять ряды цифр повально путается в словах обои и обеи обеими руками говорят обоими руками или говорят обоими головами хотя голова это обеими головами понятно да вы чувствуете разницу если вместо сказать чашка обеими чашками да я жонглирую обеими чашками а вы говорите я жонглирую обоими чашками ведь а ерунда еще раз повторяю одна ошибка в любом из моих материалов и человек мне пишет как вы могли допустить эту ошибку михаил юрьевич вы главный не знаю специалист по стилистике русского и пишет мне извините абсолютно далекий от этого человек абсолютно то есть вообще военный мне пишет полковник так михаил юрьевич вы неправильно просклоняли слова индусы называют называют вас написано индусы называют пальцы второй мозг надо написать вторым мозгом михаил юрьевич вы неграмотно написали и если бы я с вами не переговорил и вы бы мне не объяснили как это получилось я бы к вам на обучение не пошел вот что мне заявляют люди кому понравилось поставьте пожалуйста плюсики спасибо о порядке слов я вообще не говорю то есть существует сотни буквально сотни вариантов порядка слов в каждом большом предложении например хочу подойти к двери я отворот поворот к двери хочу я подойти отворот поворот я хочу подойти к двери нормально берем вот и все то же самое в английском языке в английском языке в любом иностранном языке мы делаем гораздо больше ошибок буквально сотни ошибок потому что еще раз повторяю нас не обучают а нас знакомят так вот что же происходит единственный способ быстро усовершенствоваться в языке это научиться правильно научиться переписывать иногда чужие грамотные тексты особым образом как я могу рассказать я это рассказывал уже сотни раз за последние много лет другого просто люди люди могут не понимать что я говорю то есть как бы вот я нахожусь в этом сословии я сын сапожника вот так я и буду оставаться я хочу быть сыном сапожника это точно как мультфильме про панду мы лапшичники сынок и всегда будем лапшичниками какой-то такой воин дракона да и так далее сынок какой кунг-конг-фу тебе нужно научиться готовить и продавать лапшу потому что ты лапшичник то есть родители пытаются сделать из детей свою копию как утка утки рождается утята а не белый лебедь понимаете вот эта ситуация с гадким утенком это ситуацию которую я которая мне не понравилась когда-то в детстве и я из провинциального провинциального можно сказать знаете я воспринимался как колхозный придурок какой-то баран понимаете потому что я разговаривал на ставропольском диалекте на сторонах ставропольском диалекте на северокавказском диалекте кое-где даже гэй иногда говорил понимаете потому что у нас это никто не обращает внимание вообще никто поэтому из нашего города кисловодска никто никуда нигде не пробился он или уже спился или его папа назначил начальником в принципе все но чтобы кто-то из нашего города с плохим русским пробился в москва где-то в москве не не бывает не бывает чтобы через провинции плохо разговаривающий особенно в нынешних условиях после развала советского союза чего-то чего-то добился то есть человек должен разговаривать как грамотный грамотно или или же люди да бывает что иногда происходит какая-то революция конечно да и власти приходят необразованные не образованная часть населения там комиссары там товарищи и так далее правильно бывает но все равно в руководстве до страны при руководстве любого подобного движения стоят грамотные люди ленин троцкий неграмотный человек не может руководить народом не может потому что народ не дурак народ понимает не народом не организации ничем а если он разговаривает неграмотно но при этом его папа назначил на эту должность по феодальным связям но разговаривать неграмотно этот человек все равно служит предметом насмешек вот как какой-то буквально клоун и всеми писать за твоей спиной тебе всеми говорят да это какой-то этот папинкин сынок маминкина дочка да это кретин просто какой-то кретин которого которого назначили абсолютно не по стенке шапка в общем то есть он разговаривает некрасиво он не такой человек не может сделать ни доклад да я например делал доклады для представителя совета министров РСФСР для Виталия Виталия Ивановича Воротникова вот то есть я достаточно грамотный человек я не говорю что я безупречно грамотный я говорю о том а вы из Пятигорска? дорогая Ирина в Советском Союзе власть захватили фактически южане южане то есть ставропольчане и выходцы с Украины Ростов Ставрополь Краснодар вся эта шарашка шарашка неправильно разговаривающая на русском языке правильно конечно безусловно председатель совета министров я меня подождите одну секундочку сейчас вам покажу не 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 их назначали я же говорю они вызывали вызывали смех эти бараны еще раз я сказал горбатый выходи горбатый да горбатый занимался слогопедом после назначения генсека на должный генсека мой отец работал с горбатым на Ставрополье с Раисой Максимовной очень хорошо их знал и говорил что это абсолютные колхозники то есть мой отец писал абсолютно грамотно разговаривал да он в Сибири вырос и потом в Бресте в Бресте там заканчивал гимназию в Бресте в Бресте в Беларуси вот но разговаривал он чуть похуже но писал он безупречно горбачев не писал так не научился неправильно писать неправильно говорить и его постоянно как я только что сказал его постоянно не знаю изображали например и зимний дворец типа Михаил Сергеевич говорит архитектор расстрелян вместо расстрели и зимний дворец архитектор расстрелян кем расстрелян потому что горбатый если ты неправильно проговоришь слова ты еще и как бы дурачок то есть постоянный намек коверкать слова дурачок сказал ихние дурачок попробуйте устроиться в салон мегафона говоря ихние и сделайте милость покажите мне пошлите ребенка пошлите племянницу чтобы племянница пришла на собеседование и говорила там ихние и туточки ихние и туточки как типа горбатый и вы увидите результат ноль результат не возьмут с одним словом ихние не возьмут паршивый мегафон работать менеджером не возьмут ящики переносить возьмут кофейню ящики ребята ящики девчата и ребята если я понятно объяснил пожалуйста поставьте плюсики ситуация кардинальным образом меняется если тебя назначил конечно да по феодальным связям бывает конечно назначают по феодальным связям да абсолютно верно но ты должен разговаривать как грамотный человек не зря не показывали по телевидению как разговаривал Ким Ким Ир Сен как разговаривал Ким Чен Ир в Северной Корее потому что они разговаривали как обычные люди с ошибками нужно было чтобы они разговаривали как божество поэтому их показывали но народ но народу не давали слушать как они говорят их только показывали только мальчик внук начал пытаться выступать и он действительно грамотно читает очень грамотно корейском безусловно я в какой-то мере владею корейским я прекрасно знаю что мальчик очень грамотный получился да очень грамотный мальчик дальше еще раз вы можете путать вам может казаться да вот видите просто по заголовку давайте пробежимся я дальше просто поясню еще раз если кто-то впервые на моем мероприятии на моем мастер-классе вы просто может быть не совсем в курсе кто я такой почему я имею право все это говорить значит жена Медведева этого бывшего президента россии и ее аппарат это телевизионщики это объединение телевик ну то есть если я как бы не в курсе да то я не знаю что им принадлежит телевизионное телевизионное объединение телевик которое пропагандой занимается так вот они просили меня чтобы я ему улучшил русский кому понравилось поставьте поставьте пожалуйста цифру 7 спасибо я еще раз повторяю меня ставропольского мальчишку аппарат жены Медведева просил улучшить им устную речь русскую устную речь то есть мэрия телевик вся эта шарашка все эти не знаю товарищи бандитского и полубандитского толка вращающиеся вокруг господина лужкова вот это эти весят аппарат 12 человек находящихся на сокольниках меня упрашивал чтобы я им улучшил русский язык потому что в стране больше некому улучшать русский язык быстро а вы не знали да нет ну серьезно вы думаете что существуют курсы раз есть объявления значит есть и быстрые курсы нет ко мне обращаются отчаявшиеся люди я то есть вся академия шестов это фактически шестов то есть я могу обучить лично обучить ну не знаю ну 25 человек в месяц я могу лично обучить если например взять группу или индивидуальное и тому подобное ну максимум а все остальные извините оставались необученными поэтому как какой-то период времени я сначала создал один курс чтобы помочь себе типа я проведу урок а вы потом возьмете этот видеоматериал и дома позанимаетесь вообще-то начал с аудиоматериала так а вы дома сами позанимаетесь потом я опять что-то поставлю вам покажу какую-то технику речи какой-то элемент техники речи а вы пойдете домой и сами там потренируете как логопед работает короче говоря а потом создал курс по которому человек первый курс это было в 99 году по которому человек в принципе может заниматься сам лишь иногда со мной консультируясь курс называется всеобъемлющий да да с ротарой все понятно так вот правильное чтение вслух правильное переписывание чужих грамотных текстов периодическое периодическое омолаживает мозг то есть если вы это массаж мозга массаж мозга также осуществляется внимание слушаем этого нигде больше не услышите моя задача пояснить тем кто хочет слушать реальную картину мира как в фильме матрица понимаете красная синяя таблетка хотите слушайте хотите не слушайте мне все равно я пытаюсь донести эту информацию если она до вас если она до вас не дойдет значит ну извините проблема не моя проблема внимание значит массаж мозга это массаж большого пальца и вот эти указательного среднего смотрите массаж мозга это или чтение вслух ртом если посмотрю есть ли у меня эта картинка для вас на секундочку может быть и есть да есть внимание то есть массаж мозга это вот эти два пальца три пальца два пальца и большой и указательный средний вот это массаж то есть если вы занимаетесь массажем если нужно быстро поднять познавать активность ребенка дауненка как называют любого преподавателя ему массируют большой палец на постоянной основе родителя ну или тренер я не знаю это первое все ясно дальше второй массаж мозга это вот эта точка индусская то есть как ни странно но вот это место вот берете берете вот эту косточку сустав и по часовой стрелке массируете над между бровями это тоже это единственный проход типа массаж мозга то есть до мозга достучаться почти невозможно вы можете массировать руки ноги что хотите голову но не мозг вы можете кровообращение там повысить грубо говоря помогает Игорь помогает безусловно так вот после инсульта восстанавливаются люди после ковида после инсульта я об этом это я пытаюсь пояснить то есть я специалист по сложным случаям а просто обычный человек в обычных вообще никаких проблем когда он занимается по моим курсам так вот помогает безусловно только что нужно сделать нужно включить Евангелие если она православная да это я я начитал по просьбе православных называется курс Евангелие от Иоанна сейчас я напишу вам вот представьте себе да я сейчас вот вам с вами разговариваю грубо говоря ну давайте я спроецирую ситуацию и напишу например вот так смотрите слово видите да достаточно написать одно слово неправильно достаточно в слове явно сделать не то ударение одно в одном слове я сказал за полчаса читал лекцию кандидатом филнаук я произнес вместо облегчить я произнес облегчить они на меня набросились с криками ты не профессионал ты это не знаю мошенник ты жулик ты с криками ты ошибку допустил шестер ты одну ошибку допустил ты ты плохой плохой преподаватель ты плохой лингвиз заорали глупые глупые девицы 29 22 человека представляете да моя партнер случайно разместила в объявлении интеллигентный да интеллигентный и из-за этого объявления мы потеряли кучу просто кучу просто потенциальных студентов потому что ни один нормальный человек за одной этой ошибки ее стереть было невозможно это она стояла очень на очень видном месте в интернете в рунете вот прямо набираешь методика шестого и появляется вот эта штучка объявление через е все приехали простите то есть извините но мы потеряли очень много всего из-за этой одной буквы я понятно говорю так вот мозг видит рот и пальцы все мозг больше вот и вот эта точка но эту точку вообще никто не знает как бы это вообще ноу-хау вот то есть короче вот эта точка вы понимаете какая вот эта массировать лучше чем-то твердым не просто кончиком пальца там идет амортизация понимаете а именно косточкой массировать это вот массировать в сторону чтобы оно шло там где заканчиваются волосы понятно да то есть вот именно туда периодически массировать это массаж мозга реально массаж мозга то есть да мозга это ключики такие пальцы пальцы рот и вот это место на голове больше никак не достучитесь то есть мозг живет своей жизнью туда не проникают ни бактерии ничего туда не проникает достаточно например сказать бухгалтерия да и тебя скорее всего не возьмут на работу потому что бухгалтером потому что ты говоришь надо говорить бухгалтерия понятно и так далее да в словах даже за одну ошибку не возьмут скажут этот человек проговаривать не так будет раздражать то есть нужно уметь адаптироваться и нужно уметь нормально разговаривать так адаптироваться под любую речь чему чему опять кроме меня почему-то никто не учит актеры актеры это умеют в основном актеры разыгрывать из себя разных людей но людей этому не учат типа это не ваше как бы дело не надо со свиным рылом соваться в калашный ряд то есть нас фактически пытаются удержать на положении рабов рабов тоже не учили никакой никакой речи ну просто вспомните Карибское море вспомните вот этих вот креолов вот это джамейка ямайка да вспомните как там люди разговаривают что это вообще за английский у них там или французский на Сейшейских островах послушайте этот бред сивой кобылы послушайте это не это не язык это бред дальше поехали Норбеков ой Норбеков молодец окей я я Норбеков это не брал так вот это мои собственные наблюдения я вообще ничего про Норбековскую про Норбековскую школу про Норбековский метод лет наверное 15 не читал дальше поехали вот значит смотрите что происходит да так вот дальше как предотвратить старение мозга внимание то есть вы можете сказать что да я гораздо умнее конечно у меня скорее всего извилин больше у меня скорее всего картинка справа отражает количество моих извилин и того подобное вы знаете скорее всего реально где-то по срединке где-то по срединке так вот представьте себе что аудитория того же Энфони Роббинс да или там не знаю других ребят подобных вот Бабдорф еще есть такой вот их аудитория состоит из людей которых артериальная система видите такая слева слева вот такая недоразвитая то есть это опять же нейроны это мозг недоразвин недостаточно кислорода недостаточно крови туда идет понятно вот и они им объясняют не умеющим разговаривать и писать поэтому именно поэтому у них мозг не развит недостаточно развит мозг у человека и плохо пишет где ошибки или говорит его слова что主е Поймите, то есть самое главное, что развивает мозг артериальную систему, это чтение слух и переписывание с громкой диктовкой чужих грамотных текстов в небольших количествах, но постоянно, чтобы предотвратить старение мозга. Мозг реально не только деградирует, видите, от правого состояния в левое, даже если у вас он находится в состоянии, изложенном на картинке справа, он все равно постепенно начинает уходить, превращаться в мозг рабочего, да еще и уменьшаться в размере. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Никакие шахматы, никакое там размышление, не знаю, я сам играю в шахматы на уровне гроссмейстера, я обыгрывал 25-кратную чемпионку Америки среди женщин, ну понятно, чемпионку, так, 25-кратную обыгрывал. Я не говорю, что я, то есть, короче говоря, счет в матчах такой, 10-4, 10-5, ой, простите, 6-4, 5-5, то есть я ее умудрялся обыграть, 25-кратную чемпионку Америки, и это просто мое хобби, я этим занимался всего, не знаю, ну максимум месяц своей жизни я учился шахматом, понимаете? То есть я разработал такую систему, которая позволяет быстро учиться навыкам. Если я понимаю, могу выстроить методику, вот вы мне даете какой-то навык, да? Я могу выстроить методику, то есть мне бывший председатель Совета Министров СССР Рыжков через генерала Золотова предлагал возглавить институт, возглавить Центр интенсивного обучения СССР. Ну в этот момент, ну на зарплате 280 рублей, а я в этот момент уже зарабатывал десятки тысяч рублей, поэтому я сказал, что я выйду покурить, я тогда курил, тупил еще, вот, я сказал, что я выйду покурить, это было 7 марта, и так и не вернулся. То есть мне не понравилось их предложение работать практически бесплатно, и еще есть Золотарева, что государство потратило деньги на мое обучение в МГУ, на мое обучение в школе, на детский сад, я теперь должен отдать свой долг государству за 3 копейки. Патагонное, в патагонном таком, то есть обучение всему. Так вот, у Золотарева в центре, я говорю еще раз, одно жилье везде. Придумали, когда я проходил, говорю, что здесь такое стоит, а там стоят два сапога, сапоги стоят, а к ним идут провода. Я говорю, а зачем эти сапоги здесь стоят? Генералу Золотареву, можете погуглить, да? Вот, а он говорит, два методиста, которые здесь занимаются, которые будут работать под вашим руководством, Михаил Юрьевич, эти методисты сказали, что если ноги подогревать до определенной температуры в сапогах, то человек лучше запоминает информацию. Кому понравилось, поставьте цикл семьи, пожалуйста. Как вам жилье проклятое? И вот это жилье я всю жизнь имею дело со всякими жуликами. Это как платье короля, да, на самом деле отсутствующее. Это как платье короля. Я расскажу про, как я обучил, да, если кому-то будет интересно, я про шахматы расскажу. Одну секундочку. Все, что делается... Да-да-да, Иван. Нет, ну я серьезно говорю, ну подумайте сами. Это же абсолютно нереально. Это нереально. Так вот. Да, так вот. Что пишут... Сейчас покажу вам пару слов о себе, те, кто впервые на моем мероприятии. Я говорю, мне нужны только те, кто внимательно слушает. Потому что в полуха, не знаю, с корабля на бал забежал с бухты-барахты. Короче говоря, номер не проходит. Так вот. Это, кроме того, я имею в виду мои курсы и чтение вслух, особым образом, оно формирует... Не формирует, оно имеет терапевтический эффект, ярко выраженный. То есть оно успокаивает человека, убирает беспокойство, например, тревогу и тому подобное. Понятно? За счет чего? Тут один из моих учеников выразился. Так вот. Журналист-расследователь. Я бог со времен царя гороха. Педагог-новатор со времен царя гороха. Лингвист полиглосс девяносто первого года. То есть первые четыре языка разучил. Рекордсмен-эксперт не единственное. Что это такое? Это... Ну так, здесь быстренько пробегусь. Имеется в виду, что я еще и арбитр. То есть меня спрашивают, вернее, понятно, не каждый раз, но меня спрашивают, стоит ли ввести ту или иную категорию. И больше всего вообще все книги рекордов интересуют, чтобы книги были только те категории. То есть я был в Лондоне, я был знаком с основателями книги Гиннесса, с основателем книги Гиннесса, Норрисом Аквордером, со всеми главными редакторами. Вот я работал в Лондоне какое-то время, вот с ними общался на эту тему. Они зарплату получал от BBC, кстати. Так вот, зарплату. Так, вот, то есть советую. Их интересуют такие рекорды, такие дисциплины, которые зрелищные, где можно явно организовать соревнования. Понимаете, да? То есть чемпионат мира, например. Собрать там 200 человек, и чтобы они там, каждый плевал, да? Один плюнет на 2 метра, другой на 3 метра. То есть, их интересуют дисциплины, не просто уникальности, да? Что один человек вот это умеет делать, и он не может это передать. Их интересует именно то, что это можно передать. Только то, что можно передать. То есть я, с их точки зрения, научился передавать свои уникальные способности. Вот поэтому они меня и использовали, если так можно выразиться, в качестве эксперта. Книга «Who's who professionals» просто говорит о том, что я достаточно известный человек. Я туда не просился. То есть, меня нашли и включили. Эксперты Америки, я тоже не просился. Под буквой «С» губернатор Висконсина, штата Висконсин, Висконсин. Томас, фамилия. Под буквой «С» – «Честа». Тоже понятно, да? «Learning Annex» – это единственное агентство, которое организует... Главное агентство, но основное, которое организует лекции известных людей. Того же Энфони Робинс. Ну, и любого индийского гуру, например. Дальше. «День земли» – ну, это понятно, да? Кое-когда... Не «Кое-когда», а иногда. Иногда. Иногда консультирую людей в обыкновенных нациях. Ну, там та же самая, извините, та же самая языковая мура. То есть, например, жена французского посла еле-еле разговаривает по-английски, двух слов связать не может. И дети, если учатся в школе ООН, там нормально разговаривают. Ну, короче говоря, иногда приходится память улучшать и показывать, как работает, как все работает. Иногда объясняю, как нужно дальше, что пытаюсь сказать. Они все равно ведут себя так, жены послов и сами послы, паршиво, простите, разговаривающие. Там посол Кипра, например, посол Тайваня. Тайваня отвратительно разговаривают до такой степени, что никто не слушает, а все спят. Потом раздают текст. Посол Тайваня сказал то-то, а Тайвань это англоязычная страна, а Кипр тоже англоязычная страна. Есть посол Кипра, да. Посол там северной части острова, грубо говоря. Понимаете? Есть посол, конечно, при объединенных нациях. Этот посол так безобразно читает текст, что никто не может ничего понять. В Америку и в Данию меня пригласили не то за то, что я уникальный человек. Да кому бы это было бы интересно? Ну я один такой, есть и один. Нет, меня именно пригласили и в Данию, и в Америку за способность передавать, свободно передавать мои навыки любому человеку, даже неспособному. Это написано прямо в этих бумагах по приглашению. В Дании совет труда. В Америке иммиграционная система, собственно говоря. Такого типа приглашений, такого типа визы покупаются за какие-то сумасшедшие деньги. Я не знаю, там 30, 40, 50 тысяч долларов. Потому что люди, которые не являются экстраординарными, пытаются сделать вид, что они являются экстраординарными. А мне просто предложили, именно за мои способности в университете. За мою работу во Флористском государственном университете. Называется FSU, FSU. Ну остальное понятно, да? То там спросят, то там спросят, то там спросят. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики, спасибо. А теперь поехали дальше. Наиважнейшие моменты, потом я вам покажу, что же происходит с английским. Если кто получил рассылку, я там написал, вот эту строчку я написал, сейчас покажу, что в английском языке, да, можно параллельно изучать 2-3 языка, конечно. Нужно просто научиться качественно читать слух. То есть, если вы умеете качественно читать слух, не сами, а по образцу, вы никогда не сможете, никто никогда не сможет, кроме людей уровня Смухтуновского, никто никогда не сможет с листа прочитать сложный текст. Без ошибок, не сможет, накосячит. А простой человек думает, что он сможет, и он читает со всеми ошибками, косяками, неправильными ударениями, беками-меками. И поэтому, когда он читает, он тупеет от этого. Он тупеет. Если он читает, а бы как, он себе ухудшает мыслительный процесс, а не улучшает. Поэтому люди стараются не читать слух, потому что они, понимаете, они как бы чувствуют, что что-то не то. Что-то не то, понимаете? Что что-то не то происходит. Как будто они занимаются не благородной деятельностью, а какой-то, знаете, навеянной Люцифером, да. То есть, какой-то ерундой занимаются, понимаете? Поэтому люди стараются не читать слух никому, кроме своих детей. Детям вынуждены читать, потому что иначе, как вы уже знаете, если ты ребенку не преподашь, то никакая школа ничего не преподаст. Школа давно перебросила, что в России, Украине, не знаю, в США, Великобритании школа перебросила обучение на, извините, на внеклассную работу, деятельность. То есть, родителям прямо говорится, ребенок в школе почти ничего не освоил, мы тут дурака валяли. А теперь вот вам ссылка, идите по этой ссылке и пусть он выполняет упражнение. То есть, ребенок учится после школы. В школе он не учится. Почему? Потому что групповое обучение детей и взрослых в мире неэффективно практически в 99% случаев. Никакого группового обучения, нормальных методик группового обучения никто так и не создал до сих пор. Ни доктор Спок, ни Шаталов, ни Щетинин, никто, ни Макаренко. Групповое заполнение, да, пустот в детских головах, к сожалению, нигде не работает. Даже в детских головах, не говоря уже о ваших. У каждого взрослого, вот это, если сейчас вам дать слово, вы начнете говорить, шестов чуть-чуть здесь неправ, шестов чуть-чуть там неправ. Как только вы начинаете мне рассказывать, мне, который этим занимается всю жизнь, да, потому что я в 21 год об этом рассказывал, все молчали. В 25 я докладывал о методике шестового на коллегии, на коллегии Министерства образования, Министерства просвещения, так? Ну да, да, в СССР, конечно, РСССР. Вот, и меня слушали как пионеры. Если, если сейчас у кого-то возникает, то есть я за это время не отупел, да, у меня мозг не скукожился, как у большинства, да, как у кожица, вот, извините. Он у меня наоборот увеличивается, развивается. Вот, я за все это время, я не стал глупее, понимаете? Я не стал говорить менее умные вещи. Если кто-то, кому начинает казаться, начинает искать таракана, шестов чуть-чуть здесь не прав, а мне кажется, что он пытается проецировать свой неправильный жизненный опыт на ту информацию, которую я даю, значит, он ничему не обучится. То есть человек должен полностью увериться, что поверить мне, что то, что я говорю, так и есть. И все. Во время обучения, пока я вам рассказываю, вы можете задавать любые вопросы с тем, чтобы развеять любые сомнения, правильно. Но когда будете обучаться, сомнений быть никаких не должно. Так вот, вот эти материалы, которые поставил, поставил администратор, поставил, эти материалы, что делают? Эти материалы развивают мозг. Сейчас покажу вам. Ну, по поводу чтения вслух, по поводу Бакерии, вам все понятно, да? То, что Бакерия написал, говорил, видите, да? Абы как даже читаешь вслух, уже все развивается. Но самое интересное, что он не пишет, Бакерия не пишет, умный-умный человечек, но не говорит, что чтение вслух, внимание, друзья. Расширяет сосуды, развивает кровеносную артериальную систему мозга и развивает нейронные, расширяет, увеличивает, создает новые нейронные нейроны и нейронные связи, синапсы. Вот о чем он забыл сказать. А, проще говоря, наполняет мозг кислородом. То есть, или вы читаете вслух, и тогда свободнее избавляетесь от последствий ковида. Или профилактики, вы проводите профилактику, да? Или же вы принимаете, не знаю, сидите на, там, дышите. То есть, вы пытаетесь наполнить мозг кислородом с помощью какого-то механизма. Понимаете? Или же каких-то лекарственных средств. Да, они плохо работают. Есть естественный способ. Я вам показал картинку. Мозг видит рот, хорошо работающий рот. И мозг видит пальцы. Все остальное он тупо не видит. То есть, вся информация и все развитие мозга происходит, осуществляется посредством пальцев и рта. Ну, рук в какой-то мере. Мелкие тактильные, грубые тактильные движения. Биомеханика. Ртом не работаешь, мозг кислородом не заполняется. Приехали. Пальцы развивают нейронную систему. То есть, систему, понимаете? Как таковую. То есть, создают новые нейроны, которые якобы не возобновляют, а количество их уменьшается. Оно уменьшается, если ты не работаешь пальцами и ртом. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Спасибо. Многие преподаватели пишут в резюме, что используют в своей работе элементы методики шестого. В том числе в МГУ, в Владивостокском гос. Там есть, кажется, технический университет, если не ошибаюсь. Например, знаете, где еще? Я имею в виду на территории бывшего Советского Союза. Я работал в академии, малой академии Украины. Вот. Малой академии Украины. Работал с академией наук Украины. То есть, кое-где применяют, мягко говоря. Вот. В Казахстане. В Казахстане кое-где. Ну и так далее. Еще раз повторяю. Людям, люди не хотят, люди не хотят прославлять шестого. Поймите. Люди хотят прославлять себя. Они хотят отсорпировать мою методику и выдать ее за свою. На этом фоне появляются всякие товарищи, всякие лжепророки, которые просто-напросто пытаются декларировать, копировать меня. Но при этом обучение в этих центрах, я не буду показывать пальцем, обучение ведется обычными преподавателями. Понимаете меня? Еще раз повторяю. То есть, они говорят, у нас мы наладили передачу опыта любому человеку, якобы, как будто шестом. Как будто они шестом, да? Вот. Но этого нигде нет, поверьте. Но когда ты приходишь в какое-то учебное заведение, там сидит обычная выпускница педвуза и несет обычную чушь. Потому что методик не существует. Огромное спасибо. Переписание текста, да. Поехали дальше. Пение. Ирина, вы просто умница. Пение. Мозг хорошо развит у тех, был хорошо развит у тех СССРовских деток, советских деток, которые занимались в хоре. Все армянки и карачаевки, которые занимались в хоре, поставили себе в Кисловодске отличную русскую речь. Просто с заглядением. Те, кто не пел в хоре, ничего себе не поставили, опять же, подтверждая мои слова, что никакого обучения не существует. Школа не учит лучше говорить и писать. Школа знакомит тебя буквально насильно с различными вещами. Но усваиваешь ты только то, что тебе нравится. То есть, они тебе показывают много-много всего, забывая сказать, что базисом является хорошее владение всеми формами родного или иностранного языка. А все остальное не является. Поехали дальше. Как интересно. Первую тему я здесь уже вкратце раскрыл. Так? Вроде бы. Спасибо. Ну, отлично. Да-да-да. Нужно петь не своим голосом Ирина, а пытаться имитировать вот как караоке. Караоке. Нужно пытаться имитировать певцов. Разных. И мужчин, и женщин. Вот как я, например, могу под Новико в этом спеть. Эй, налей-ка, милый, чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила аж. Да налей вторую, чтоб ввалила с ног, нынче я перую отзвенел звонок. Окей. Или там, например. Мы are far, wherever you are, I believe that your heart is going on. Once more you open the door, open the door, и так далее. То есть разными голосами. Или. Алензон фон, до ля патрия. Марселезе. Алензон фон, до ля патрия. И так далее. То есть, сама имитация. Я, конечно, не выступаю с этими концертными номерами. Но тем не менее, благодаря моей методике, своей методике, я еще являюсь концертным пианистом и работал в храмах органистом. Ну, хобби у меня такое. Еще раз. Человеку, чтобы хотя бы один навык освоить на моем уровне, требуется вся жизнь. Я освоил около десяти навыков. Походя, просто походя. Понимаете? Окей. Я играю в большой теннис. На хорошем уровне. С профессионалами. Вот. И так далее. Я играю в шахматы, только шум стоит. Так? Я реально говорю, шум стоит. Я обыграл чемпиона Дании. Он больше со мной играть не хочет. Школьный мат. Гроссмейстером. Я играл на деньги в Нью-Йорке. Пять долларов партии. На 42-й улице. Там, в библиотеке сидят, сидят народ. Которые только и делают, что играют в шахматы. Лет 20-30 подряд. Можно, как вы думаете, дилетанту выиграть у этих людей? Пятерочку. Ну, на секундочку. Ну, хобби у меня. Вы что думаете, я только этими занимаюсь? Нет. Я разработал способ быстрого, всестороннего освоения навыка. Того, которым я сам владею, если мне дают. Например, я обучаю игре на фортепиано. Я обучаю игре на органе. С использованием ног. На это 7 лет никому не хватит. Вы видели, да, результаты обучения в музыкальной школе. Никто ничему обучить не может. Ну, и так далее. Я ставлю голос. Пепческий голос. Ну, я думаю, достаточно. Опять же, сейчас тема мастер-класса не вот этот вот широкий спектр вопросов. Например, я обучаю вождению автомобиля. Да так, чтобы ты не погиб, не погибла от какой-то глупости. То есть метод кратцы можно назвать вербализацией. То есть действие, действие мастер проговаривает внимательно, подробно, внимательнейшим образом, вниманием ко всем деталям. Проговаривает и объясняет мотивацию, почему что-то делает, а ученик это повторяет. Если ученик повторяет некачественно, мастер его постоянно корректирует. То есть ученик должен скопировать не только движение мастера при обучении Микеланджело, обучение вас, подмастерье взял, да, при обучении кузнец, обучение вас, это фортепиано, да, в смысле, в живописи или кузнецкому делу. Вот, мысль перескочила еще. А именно, он не просто говорит, делая как я, и молчит. А он говорит, я это делаю за тем-то, а вот это делаю потому-то. А тот не просто слушает, потому что в одно ухо влетает, в другое вылетает почти у всех. А он повторяет это. И мастер не просто разрешает ему повторять. Потому что мастера обычно не разрешают повторять. Это мешает их творческому процессу. Как этому, как, если барашу постоянно из смешариков пить по уху, да, он, конечно же, не вдохновение уйдет, правильно? Отчали, вот, в кавычках. Поэтому, да, вот это, кстати, на экране, чуть не забыл сказать, вот это мой бестселлер полностью распроданный. Это мой бестселлер, изданный издательством Питер, крупнейшим, кроме Эксмо, крупнейшим издательством русскоязычным в мире, в мире. То есть, огромное-огромное издательство. Они распродали где-то 50, что ли, тысячи земляров. Эксклюзивное право, то есть, я не получаю, сейчас не получаю ни копейки. Я сейчас забираю у них эксклюзивное право. Они его продают через разные магазины. Литрек там всякие, Google там и так далее. Я забираю у них эксклюзивное право и начинаю сам его продавать. У меня на 5 лет с ними договор с паразитами. Они мне заплатили какие-то копейки, там, не знаю, 10%. Ну, потому что это просветительский проект. Ну, не знаю, ну, 1600 заплатили мне примерно, вот, за все эти годы. А потом начали продавать учебник в электронном виде и перестали переводить мне. Просто вот жулики, понимаете, перестали переводить мне мой гонорар. Я просил их, они говорят, да, да, мы, конечно, это сделаем. Я посылал человека в Петербурге. Да-да-да, мы сейчас переведем, мы сейчас напишем. И как-то вот все замоталось. Вот как Сталин хотел, чтобы Ленин послужениться. Но Ленин выехал в Кисловоз, чтобы там с ним что-то произошло. Но Ленин вот как-то затянулось, понимаете. И Троцкий не хотел никуда ехать и так далее. Дальше. Игра на музыкальных инструментах благотворно влияет на деятельность мозга абсолютно верно. Но если вы озвучиваете, иногда напеваете прямо, поете, смотрите, Ирина. До-ре, Наталья. До-ре-ми-ф-ми-фа-со-ля. То есть вы иногда напеваете, то есть если вы просто двигаете пальцами, не используя рот, то есть вы должны иногда подключать, напоминать мозгу, что движение, движение, каким-то образом связаны с движением рук, каким-то образом связаны напрямую, понимаете, должны быть связаны с движениями рта. Это называется объединение устной и письменной речи или деятельности. И вот тогда это работает. Вербализация. Все, что видите, читаете, по возможности читаете вслух, качественно. Не знаете, как сами читаете, давайте я вас научу. Не знаете, насколько правильно вы сами читаете, давайте я вас научу читать. Читаете, сами не знаете, как прочитать сложный текст с новыми терминами. Возьмите, на родном языке такое бывает, если взять ядерную физику. Возьмите этот же текст, на считанный диктором. Вы читаете с диктором, он за вас всю работу уже провел. Детколлегия помогла ему насчитать. Вот сидите и считаете с диктором. Понятно, да? То есть чтение с диктором не за, а попытка читать вместе с диктором, чему я тоже учу. Человек обычно делать тоже не умеет, потому что, опять же, низы, то есть 70-80% людей, населения Земли, не учат, вообще, не учат никакой артистической, элементом артистической деятельности. Понимаете, актерской, простите, актерской деятельности. Вот вообще не учат. То есть, вот здравствуй, дерево называется. Если кого-то учат петь и играть на барабане, вот как по Америке, ребенок целый год играет на барабане, это называется уроки музыки. Я не знаю, может быть, ритм отрабатывает и все такое, да? Ну вот, играет на барабане, семилетки, да? Это называется уроки музыки. Фортепиано вообще не предусмотрено. Уроки музыки. Потом начинаются уроки еще чего-то. О хоре и не слышали, какой хор? Хор это нужно дополнительно платить деньги. Или идите в храм, пойте в храме, да? Методистам, методисткам, баптисткам, как вы хотите, в храме пойте. Учитесь петь в храме. Гимны. Светские песни вас учить никто петь не будет. Учитесь сами. Многие учатся. И вот те, кто умеет петь, как правильно сказала Ирина, те, кто умеет петь, они себе ставят хорошую речь, которую умеют имитировать и петь, устную. Кто имитирует не себе подобных пролетариев или родителей. Понимаете? Вот, мы лапшичники. А кто имитирует хорошие образцы речи. Понимаете? Никей, Никей, Никей. Вот это вот хренатень, извините за выражение. Кенни Уэстовская, это величайший рэпер, да? Кенни Уэст и его партнер Джей Зи. Когда Кенни Уэст приезжал в Ереван и бросил свою шубу в бассейн, народ бросился пить воду из бассейна в Ереване. Чтобы он был. Вот. Так что, таким образом, да? И вот так, да, я в состоянии исполнить произведения на разных языках. Ну, например, санскрит. Ну, наши, наши слышали пару раз за год, может быть. Вот так вот. Кому, пожалуйста, поставьте плюсики, спасибо вам. Так вот. При замедлении чтения мозг успокаивается и начинает развиваться. Так? Сейчас покажу вам. Так, что тут интересно? Мы по кире разобрались. Дальше поехали. Фразы не запоминаются и не усваиваются, потому что взрослый человек пытается учить фразы на чужом языке, проговаривая их некорректно, абы как. Его никто не поправляет, потому что поправляют за очень дополнительные деньги и только единицы. То есть преподаватели не поправляют ученика, чтобы с ним не поссориться. Я поправляю ученика. Некоторые школы поправляют. Есть такие. Понимаете? Но это прописано в договоре, что там, не знаю, будешь делать, как сказано. Если это не прописано, это не школа, а бардак. 99% школ мира – это полный тотальный бардак. То есть я имел дело с разведшколами различного типа, да? Там дисциплина, в принципе, как-то работает. За пределами религиозных школах более-менее работает. За пределами развед и религиозных школ, да? Ну там, где-то реально требуется или тебя выгонят. Никакого обучения нет. Вообще никакого. Понимаете? Да что, о чем говорить? Вроде бы, Институт военных переводчиков СССР должны были за 15-10 лет детей подготовить, разговаривать на английском на нормальном уровне. Почти никто ничего не выучивает. Даже не надейтесь. То есть его нельзя забросить в тыл, чтобы он представился, там, не знаю, жителем Деваншира. Понимаете? Невозможно вырестить там Миддлсекс. Вот, какого-то района Лондона. Его арестуют на второй день. Окей. Поэтому бессмыслица. Так. Фраз не запоминаются, потому что человек их произносит своим голосом, со всеми ошибками, в фонетической системе родного языка. То есть если он не понимает, что такое фонетическая система чужого языка, то он не в состоянии нормально разговаривать, общаться и писать. То есть из него готовится раб. То есть любой иностранец, которому... То есть они фактически все курсы иностранных языков, это курсы подготовки рабов. Вот просто взяли раба на побережье где-то, продали его какие-то вожди, да, тебе. Вожди продавали своих соплеменников в Африке. Значит, берешь этих рабов, они приезжают и кое-как осваивают, осваивают там английский, не знаю, немецкий, куда их притащили, да, французский. Еле-еле. То есть вместо мастер, говорят, масса, например, помните, Том Сойер, масса Тома. То есть система подготовки и обучения языкам идет на уровне подготовки рабов. То есть просто научить их мыть полы, то есть минимальному набору слов, как произнесенному, чтобы более-менее как-то было понятно, что они говорят, и чтобы они более-менее понимали простые приказы. То есть это как обучение собаки, понимаете? То есть собака нормальная, хорошая обезьяна, да, она может, она понимает, там 70 каких-то, усвоила 70 трюков каких-то. Вот человек учит этим 70 трюкам, чтобы он не помер с голоду и надраивал этот пол или унитаз, понимаете? Вот. И это так и будет. То есть вот сейчас все люди, все, кто перемещается из одного района в другой, все сейчас столкнутся, сталкиваются с абсолютной невозможностью выучить какой-либо язык страны, куда они прибыли. Мадрид ничего. 95% наших ничего там не выучили за 10-20 лет, никакого испанского. Корявые английские, короче говоря. Берлин. 95% наших говорят так, вы даже немцы по Волжье. Немцы, иммигранты, разговаривают безобразно. По ним видно, что он немец по Волжье, понимаете? Слышно даже. Поэтому их дискриминируют. Соображаете, о чем я говорю? Мы ходили там с одним немцем на завод БМВ в Мюнхене, как-то с Яном, вот. И на него смотрели достаточно косо. Я не мог понять, в чем дело. Из-за качества речи. То есть он разговаривал с ошибочками. Вроде как бы немец и все такое, да, и фамилия немецкая, да, и имя. Но тем не менее разговаривать с ошибками на него смотрят, так знаете. То есть механизм запоминания фраз я многократно проговаривал в своих выступлениях. И, естественно, он применяется в любом из курсов. Дальше. Как развить чувство языка, да? Чувство языка развивается. Я, видите, коротко пошел голубым по Европам, да? Чувство языка развивается посредством имитирования чужой речи. Переписывание чужой речи. Чувство языка. То есть вы должны ознакомиться с большим массивом информации, пропустить через рот и частично через пальцы, 10 пальцами печатая, правильно печатая, как я показываю. Может, написанная программа, ну, автоматически всем дарю. Она стоит нам каких-то несколько тысяч рублей, вот, стоила до кризиса, да. Цена не изменилась. Так вот, я могу даже, я могу подарить вам ее, нет проблем. Еще раз, я заинтересован в энтузиастах, учениках, которые действительно понимают, хотят выбраться из этого болота, в которое их загнала школа, курсы и всякие лжепророки, лжеметодисты. То есть это моя работа, я журналист-расследователь, я расследую обман потребителя, который практикуется во всех, почти во всех школах мира. В это трудно поверить, но это действительно так. То есть обучения нет. Люди обучаются сами, у кого есть способности, а эти просто их знакомят с предметом, знакомят, и знакомят, и знакомят. Если у человека нет предрасположенности, то есть в технические вузы попадают не просто дети, а попадают дети, да, с предрасположенностью к этому предмету, программированию, да, к чему угодно. Авиапромышленность, к чему угодно, инженер. Просто человек туда попасть не может, его ничему не обучат, предрасположенности нет. То есть школа выявляет предрасположенность, понимаете. Так вот, предрасположенность к языкам при таком подходе, какой они применяют, то есть произносить все слова неправильно, неправильный порядок слов, какую-то щепуху составляет предложение, непонятно капки, кто ничего не проверяет, что письменно, что устно, безобразнейшим. Не сечушь, никто ничего не скажет. Вот как бы ты не сказал бы, лишь бы тебя поняли называется. Это подход к обучению раба, то есть это раб. Раб слегка понимает и слегка говорит, слегка пишет, возможно. Но получается так, что мы письменные люди, мы воспринимаем английский как латынь, то есть мы запоминаем эти слова, как если бы мы их произносили по латыни, то есть неправильно, абсолютно неправильно их произнося. Да, но мы их запоминаем, как они пишутся, и в этом мы преуспели. Но порядок слов у нас все равно русский, порядок слов, уши торчат русские из английского текста, как выросся полковник Хрущев, вот, разведчик, мой старый товарищ. Так вот, он хорошо пишет по-английски, и даже в его писанине, он пишет там в журнале «Ветеран», вот, в американском и других журналах. Я в его писанине находил 12-15 ошибок на статью, все равно, хотя он идеально, он идеальный разведчик, он и бывший, он идеально владеет языком, понимаете, устным. Но при этом у него в речи, видите, письменно тоже не доработал, а редактор тоже, который, редактор даже не замечает эти ошибки, то есть это прямо в журнале так, понимаете. Журнал прошло с этими 12 ошибками статья, например. Если кому интересно, могу, у меня анализ сохранился с статьей Хрущева, ради интереса, если кто-то из вас такой большой энтузиаст и хочет, хотел бы убедиться в том, что я, ну, на любом примере, вот берете любой пример и просите меня. Шестер, а можно поподробнее на эту тему, вот, чтобы я убедился, что и все остальное правильно. Вот как австралопитега, люди произошли типа от австралопитега, видите, сначала это, 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 потом распрямился и пошел, да. Сначала была, бог знает, какая обезьяна, динозавр, не знаю, птица, потом эта птица раз и превратилась в человека, постепенно, да, эволюционировала. Вот это тут так же, я не могу, я в книге, в огромной книге, не сложил методику шестерства, механизм становления методики шестерства, да, как научиться учиться, как научиться учить и так далее. То есть, база, база, это язык. Если ваш ребенок или вы владеете всеми формами родного языка, время начался, всеми формами родного иностранного языка, перед вами фактически все дороги открыты. Конечно, если у вас ребенок будет ковырять носу, вы ему не привили хорошие манеры, тогда это будет примерно как неправильное, какие-то употребления в речи неправильных выражений, неправильный порядок слов. Хочу тебе сказать я, дурачок, иди отсюда, тебе, я хочу тебе сказать, во, нормально, будем работать, работать, будем работать. То же самое в английском языке. Не только корявое, корявое произношение слов всех, так, на иностранный манер, но еще и неправильный порядок слов. Дальше. Незначительные нюансы, меняя смысл сказанного, это понятно, это было в рассылке, если не ошибаюсь. Дальше. Почему сложно, становится сложно учиться? Потому что человек не загружает в мозг новую информацию, и мозг постепенно скукоживается. Загрузка информации происходит посредством чтения слух качественного. Лучше, чем ты это делаешь сам. То есть нужно читать не своим голосом, а качественно. И переписыванием, периодически. Но при общении в интернете вы автоматически пишете, понимаете? Но вы пишете молча, а я пишу, иногда озвучивая, вербализируя. Вербализируя. То есть методика шестого, это вербализация или вокализация, или субвокализация, когда вы не просто считаете глазами, а чуть-чуть как бы бубните. Это называется субвокализация. Или вообще закрываете рот и бубните внутренним голосом. То есть чтение не просто вот картиночное а-ля американо-британское, а чтение словами, словами и фразами, четко, красиво. Это огромный комплекс. И этот комплекс, они, преподаватели видят, как бы, видят только, да зуб не мед. Они бы хотели научиться работать, как я, но я могу их научить. Но для этого они должны прийти и научиться. А они приходят, две недели занимаются, что-то урвали, даже заплатив большие деньги, да. Ну, сравнительно. Двухнедельное обучение преподавателя, повышение квалификации, мое личное, стоит 10 тысяч долларов минимум. Это со скидкой, так. И вот когда приходят преподаватели, они, поверьте, если за них кто-то заплатил, они вообще не занимаются. То есть, типа, я уже умный, у меня есть диплом, да. То есть, бывали такие случаи, что через две недели они алфавит нормально не могли произнести, воспроизвести. Через две недели обучения. То есть, они не обучались, а просто на меня смотрели. Типа, я знакомлю их с предметом. Настолько сильны неправильные навыки, что у преподавателя проблемы с переобучением. Представляете, да? Сопротивляется. То есть, мне эта информация не нужна. То есть, сейчас я закончу курс, шестер даст мне сертификат, а я пойду буду работать, как я и раньше работала. Вот, типа, так. Типа, я уже молодец, так обучала моя мама, так обучала моя бабушка. Реально, такие у меня есть преподаватели, за которые заплатили, и они вот так себя ведут. Понимаете? То есть, преподаватель самый неблагодатный материал, поверьте, неблагодарный материал для переобучения. Если он сам не хочет, тогда... То есть, на меня смотрят, как на какого-то врага, понимаете, бесконечно. Ну и все. Решение обновления словарного запаса. Вам все понятно, да? То есть, словарный запас мозга нужно обновлять. Он сам по себе не обновляется за счет того, что вы просто живете, ходите, читаете какие-то дурацкие новости, какой-то массив странной информации. Дальше поехали. Вот. Значит, дальше. По поводу презентабельности, презентабельной речи я уже рассказал, так? Значит, у меня есть самая фанатичная ученица, это диктор Ангелина Вовк, которая на любом моем выступлении хлопает ладоши по каждой буквально фразе и кричит «Шестов прав! Шестов прав!» Кричит Ангелина. Ангелина – это одна из лучших дикторов России. А то есть, Ангелина... Вот просто если бы вы как бы были Ангелиной, то на все, что я говорю, вы бы реагировали точно так же. Шестов прав! Чтобы я не сказал, она опять «Шестов прав!» Опять «Вот так точно нас так учили русскому, да? Шестов прав! Нас так учили!» Вот опять «Шестов прав!» То есть, она по каждому поводу там не дает никому, не знаю, больше высказаться. Она стоит, на меня смотрит своей, не знаю, вечной улыбкой на лице, как Джаконная такая, и бесконечно говорит «Ты прав! Ты прав! Ты прав!» Никому слова не дает больше сказать. Кому понравилось, поставьте цифру семь, пожалуйста, спасибо. Ангелина вела хрюши Степашу. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю-бай. Ну и так далее. Спасибо. Поехали дальше. Так, человек может пятьсот раз слушать правильно, прослушать одно и то же правильное, правильным образом. И при этом, да, правильную речь слушать, 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 но он молчит или даже начинает проговаривать, но он делает это неправильно. То есть, человек говорит одно, а это повторяет другое. Я вам пример просто приведу. Карачаевсу или Черкесу, вот. Ну, из села, можно сказать. Да, бывает из города. Я учился в многонациональной школе. 27, в школе 27 различных национальностей. Конечно, там нормальный русский, гуще, было невозможно. Это осетины, абазины, чеченцы, кто угодно, карачаевцы и так далее. Адыгейцы, как кто угодно, грузины, армяне, вот. Карачаевсу говоришь, повторяй за мной. И говоришь, нет. Карачаевс говорит, нет. А кое-кто говорит, ныт. Ему опять говоришь, нет. Он говорит, ныт. Я говорит, правильно же повторяю? Ему говоришь, скажи, Ильбрус. Вершина, да? Ильбрус красавец. Ильбрус будет, но с ударением будет на э. Эльбрус красавец, смотри сквозь тучи, белой папахе в синеву. Этой вершиной самой могучей, налюбоваться не могу. А когда еще и споет. Эльбрус красавец, смотри сквозь туча, белой папахе в синеву. Ву, эта вершина сама могучая, налюбоваться не могу. Орел Карачаевс. Так вот, наши, и повторяю, при попытке читать с диктором, читают приблизительно так же некачественно. То есть нужно читать не так, как у тебя получается. А нужно подладиться, подлаживаться, подречь диктора или певца, ну или актера. Если не умеешь этого делать, то я тебе могу, я не к вам на ты обращаюсь, я говорю, я человек, а я тебя могу свободно научить. С первого же урока произносишь все слова правильно, как русские, так и английские. Объясняю, даю единственный-единственный материал в мире, который дает сравнительную фонетику английского и русского. Сравнительную, сравнительную. В русском вот так, в английском вот так. В русском че произносят на нижних зубах. Че, 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 товарищи. Чи, че, че, чук. А в английском наверху, чук, чук, у верхних зубов. Вот такая разница. Разница не настолько сильная, речь не идет. Вы просто попробуйте понять, почему вас не учат нормальному английскому. Или почему грузина никогда не учили нормальному русскому, а русского не учили нормальному грузинскому. Или английскому. Знаете почему? Потому что при обучении по их методике, она дурацкая и одна на весь мир, одна, у тебя появляется акцент в одном языке. Они не умеют, как шестов, разделить по-русски, говоришь, как нормальный человек. Switching to English, you start sounding like an English person, English speaking person. То есть начинаешь, понимаете, да, поворачиваешься туда, ты уже как бы, you start sounding like a totally different person. Вот так вот. Как будто абсолютно другой человек. Anyway. Так, дальше. All that. Теперь. Женская дикция. Презентабельная речь. Преподавателями английского в мире в основном являются выходцы из низших социальных слоев, поэтому они не владеют хорошим английским. То есть их можно, по идее, назвать надсменами, представителями нетитульной нации, как бы, то есть в самой англоязычной среде, западной среде, где не было социальных революций, даже в той же Корее, да, сформировались разные пласты, разные уровни владения языком. Так вот, считайте, что вы как бы на уровне надсмена, они находятся, преподаватели, не на уровне, там, Duchess of York, да, герцогини Йоргской, а, правильно, герцогини, они находятся на уровне асценизатора примерно, ну, так вот, там, внизу где-то. И поэтому они вас не могут научить хорошим английским, они сами им не владеют. Преподаватель, это, примерно, получая столько же, даже меньше, в Америке, в Англии, да, в Великобритании, в США, в Новой Зеландии, получает меньше, чем асценизатор, меньше, чем мусорщик, сборщик мусора, понятно? Меньше, чем этапроводчик. То есть это профессия для тех, кто, это профессия для неудачников. Кого это поразило, пожалуйста, поставьте цифру 9. Вот и все. Все, поэтому, никакой дополнительной информации на эту тему они вам не дадут. Я хотел попросить, а, вы специальное предложение там прикрепили, спасибо, администратор, большое спасибо. Специальное предложение вы видите, да? Так вот, еще раз. Для того, чтобы, да, всем, кто что-то сегодня приобретет, и у кого нет этого курса, я подарю два постановочных курса. Первый курс называется «Реальные правила чтения английского языка». Второй курс называется «Фонетическое, детальный и валовый разбор огромной фонетической поэмы». Базовая часть этой поэмы была создана в 1924 году голландским преподавателем. Я ее расширил два-три раза, два с половиной раза где-то. Он по ней, он по ней до сих пор, он по ней, простите, его правнук. И он по этой поэме ставил произношение, неплохое произношение, в индивидуальном порядке, 20-е годы и 30-е годы прошлого века в Голландии, Европе, до Второй мировой войны. Он ставил произношение. Это несколько тысяч слов, разобранных и детальным образом, и прочитанных мной в разных режимах, разными голосами, с разной скоростью, как медленно, так и быстро. Короче говоря, это просто база. Это база, кто бы из вас что-нибудь не приобрел, он получит все постановочные материалы, которые позволят уже свободно заниматься развитием мозга. Развитие, сейчас покажу вам еще раз рисуночек. Вот. Развитие, собственно говоря, подтяжка лица, подтяжка лица как таковая, она осуществляется именно вот этими движениями, хорошими, артикуляционными движениями. С этими движениями, с этими движениями знаком, знаком, знаком любой актер, любая актриса, любой диктор, когда идет на работу, делает упражнение. Простые люди, конечно, этого опять не делают, но опять же, уровень ассенизатора, да. Уровень ассенизатора в лингвистике, то есть ноль. Полный, тотальный ноль педагогики. Так, дальше. То есть, это косметическая процедура, то есть, косметолог говорит, делай вот так, например, выдвигай челюсть. Вы долго выдержите выдвигание челюсти бессмысленное? Нет. А по методике шестого, в некоторых местах, да, 20 минут нужно выдвигать челюсть, например, чтобы более корректно произнести какие-то английские слова. То есть, английские слова с короткими звуками произносятся вообще вот таким, смотрите, движением. Как будто, не знаю, на индюшку похоже. God, but, such, luck, dust, trust. Окей. То есть, помогает выдавить полусогласную, выдавить головой. Вот, когда говоришь долго, например, not, видите, да, not, шея тоже развивается. Сами органы речи развиваются. Рублями не проблема, там пересчитывается. Поехали дальше. А, так, возвращаемся к нашим баранам. Тут интересно просто. Тут мой ученик недавно написал, что он использует в Китае. Сейчас дальше покажу. Вот. Вот, значит, есть универсальные упражнения, которые дают мощный заряд. Да. Мотивации к активной жизни, тягу к новым знаниям. То есть, когда вы начинаете активно использовать род, активно использовать род, значит, у вас может возникнуть, почему... Атминистратор, поясните, пожалуйста. Я вам просто попробую показать. Смотрите. Давайте покажу еще раз. Почему люди не читают слух? Горло быстро устает. Ну, те, у кого нет привычки петь, да? Горло устает. Почему я могу говорить 12 часов подряд, и у меня горло не устает? Потому что я придумал упражнение. Сейчас покажу. Дольчленд, Дольчленд, Пюбех. А вы попробуйте найти пять отличий. Вот немцу прокрутите, что я пою, и пусть немец скажет, есть ли ушества в ошибке. Дольчленд, Дольчленд, Пюбех, А, Лес. Дольчленд, Дольчленд, Пюбех, А, Лес. И, Дольчленд, Пюбех, А, Лес. И, Дольчленд, Пюбех, А, Лес. Вене, Штипцу, Шуцун, Прутце, Брюдер, Лес. Субен, Хейд. Он, Дольчленд, Хмаз. А, Сти, Мими. О, это, фага, фага, фага. Сори, гайс, давно не пел. Сейчас я текст найду. Секундочку. Сейчас, секундочку. Закончить нормально, давно не пел. Правильно начал петь. Не, немецкие вообще несколько придуражливые, грамматические структуры просто кошмарные. С вами согласен. То есть еще раз. I am not perfect, but I am perfect enough. Для того, чтобы произвести впечатление на любого жителя любого государства. От принца Таиланда, я знаю принца Таиланда, вернее, ну да, родственника короля. Его зовут Три. Три-три, так и зовут Три. Три-три. Три-тришка. У него там отель. Он английский полиглот. Восемь языков. Просил меня обучить персонал русскому языку. Русскому, французскому. Потому что он сам умеет говорить, а персонал нет. А у него международный отель. Супер отель. Понимаете, да? Он такой художник и все такое. Поддерживает искусство. Ну, родственник короля. Этим, в принципе, все сказано. Принц. Такие вот дела. А обучать некому. Поэтому кто? Кого опять просят? Кого просят? Да я не могу разорваться, дорогие друзья. Дорогие друзья, я иногда побриться не успеваю. А не то, что выехать в Новую Зеландию, спасти язык майори. Ко мне обращался руководитель, президент, не знаю, вождь племени майори с просьбой спасти язык. Ко мне, к русскому, русскоязычному человеку из Нью-Йорка. Обращался человек, руководитель всех этих бывших людоедов майори из Новой Зеландии. Помогите спасти язык майори. Наше правительство ничего толком на эту тему не делает. Вы представляете, нет? Не, ну хотите архив подниму, еще раз. Обращаться не к кому, методик нет. То есть стоит мне дать чуть больше информации о себе, начинается вот такое паломничество. Понимаете? Испаноязычное комьюнити, испаноязычное сообщество, что ли, Монреаля попросило меня обучить их французскому языку. Как вы думаете, почему? Вы думаете, я уже там, не знаю, уже бегу, да? Бежу, бегу, простите. Бегу Монреаль, да, обучать всех испанцев, да? Почему они меня просят? Да потому что методик нет. Есть развод на время и на деньги. Методик не существует. Что бы вы ни делали. То есть если вы что-то освоите без методики шестого, да? Без правильного подхода, то вы усвоите только благодаря своим способностям. То есть у вас есть способности, вы освоите. Нет способностям, не усвоите. Не освоите. Приехали. Понимаете? Это комедийно, говорю, правда комедийно. Когда помощники известных методистов просят обучить их втайне, чтобы я не говорил ничего их начальнику. Приходили дамы, это Илона Давыдова. Помните такое в Нью-Йорке? Обучите нас, а то Илона нас ничего не учит. Обучите нас в нормальной базе. В нормальной базе. Лозановский представитель по Канаде, болгарского этого методиста, они его методику якобы использовали в России. Это Китай-Городская, Шехтер. Звонит мне из Канады, обучите меня нормальному английскому, я не могу нормально продавать. Я говорю, я лично вас обучить не могу, то есть у меня каждый день идут просьбы, лично обучите меня английскому. Один говорит, ну например, я начинаю завышать цены, понимаете, я начинаю говорить, что я не могу. Поэтому я и создал курсы, по которым вы сами можете в последнее время, в последние длинние несколько лет, я создал курсы, чтобы человек сам мог обучиться со мной, как-то это согласовывая. Так вот, основные два курса, вот здесь, если вы пройдете, основные два курса, это базовые, или вы занимаетесь сами, когда хотите. Может растянуть процесс обучения на полгода, но курс можно пройти за месяц, по идее. Если вы будете, больше ничем не будете заниматься, то пройдете курс за месяц, базовый. Так, чтобы вы нормально писали и нормально говорили, на английском языке. Есть билингвальные курсы, билингвальные курсы у меня есть, естественно. Вот это не Евангелие, это билингвальный курс. Вот сколько вы будете проходить по Евангелию, столько именно у вас будет развиваться артериальная система и мозг. То есть, вместо усыхания, просто от прохождения одного и одного, каждый раз будет получаться лучше, лучше, лучше и лучше. Есть ссылка на, уважаемый администратор, есть ссылка на, сейчас скажу, на образец Евангелия. Ну, в принципе, на странице должно быть. То есть, вы это можете посмотреть. Вопрос заключается в следующем. Вот сейчас у вас есть эти ссылки. Как только эти ссылки исчезнут, ну, в смысле, как только я завершу мастер-класс, как только завершится мастер-класс, никогда не бойтесь переговаривать, никогда не бойтесь показаться смешным по причине того, что вы что-то неправильно произнесли, а потом переговорили. Наоборот, если вы переговариваете, это показывает, что вы не преподаватель английского, что вы не ассенизатор, да, не прачка, а вы именно думающий человек. Когда вы, сделав ошибку, исправляете ошибку. Просто мужик, еще простой человек, не исправляет ошибки. Что изо рта вылетело, то и вылетело. Ясно? Окей. Сейчас покажу кое-чего. Что-то у меня интересно есть. А, значит, вот это вот, я вам подарю фонетическую поэму. Если вы что-то приобретете, я уже сказал, да, для человека, который изъявил желание учиться, да, и понимает то, что говорит, мне ничего не жалко, дорогие друзья. Но человек, который не верит в то, что я говорю, то есть у него недостаточно как бы жизненного опыта, интуиции, он не понимает, что, он не понимает, да, что я говорю то, что я говорю, это истина. Я другие вещи не говорю, я ничего не придумываю. Все, что я говорю, это, знаете, вы говорите, эзотерическое знание, да, вот, это на уровне эзотерического знания. То есть, что такое эзотерическое? Это самое правдивое и точное знание, вот о чем я ищу, типа сокровенного. Я не говорю, что у меня какой-то либо мистики, там, Блаватской Атлантиде, не-не-не, Рерихах. Нет, я говорю о том, что то, что я говорю, это высшая степень информации, это информация, самая точная, какая только есть на планете. То есть, ничего точнее нет. И что бы вы ни думали, где бы, вот, любые отклонения от того, что, от той информации, что вы сейчас получаете, они все некорректные. Понимаете? Они некорректные. То есть, так получилось, что я, как оракул, что ли, я с детства говорю про правильные вещи. Понимаете? Со мной дружили генералы, ну, не то, что дружили прям, но со мной любили разговаривать крупные чиновники. Например, начальник, олигарх, один из первых олигархов СССР, Ардаш, Арташес Копянс, владелец и руководитель Кисловодского водоканала. У человека были золотые люстры дома. И он со мной с ребенком любил прохаживаться, лишь для того, чтобы услышать мое мнение на разные темы. 12-13 лет, понимаете? Миша, пойдем погуляем. И он так внимательно меня слушает. Миша, а что ты думаешь на эту тему? То есть, у меня получается вот это, как оральник-оракул. Есть такой термин – оральник. Оральник – это человек, который типа глашатая, который доводил до людей важнейшие вещи в истории Руси. Это называется оральник. У меня так коммунисты называют меня оральник. Российские. Есть не только КПРФ из Юганов, но есть еще другие коммунисты. Они у меня тоже учились. Вот. Другая коммунистическая партия. Они говорят, Михаил Юрьевич, да вы оральник. Я так долго думал, что такое оральник. Ага. Разъяснили. Короче, это нечто типа глашатая. Получается, я же говорю спонтанно, поймите. Я не готовлюсь. У меня… То есть, я вот прямо буквально транслирую вам то, что происходит в моей голове. Понимаете? Дальше. Вот такой текст. Видите, да? Это фонетическая поэма. У меня люди используют фонетическую поэму для того, чтобы успокоиться. У меня сейчас, подождите, что там у меня? А, вот, 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 важнейший момент. Перезапускаем мозг, выключаем старение. То есть, когда мозг развивается, когда мозг продолжает развиваться, возникает… Он, естественно, держит все тело, поймите. То есть, одрехление тела держится, контролируется мозгом. Если вы мозг не развиваете, то постепенно у вас все ухудшается. Даже если вы ходите в спортзал и как-то что-то поддерживаете, да, то все равно… Если мозг не загружает новую информацию, мозг становится дебильным и перестает держать тело в том виде, в котором он держал, когда вам было 22. Он постепенно деградирует и тело вместе с ним деградирует. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики, спасибо. Так вот. Это написал ученик. Ученик мой из Китая. Пару дней назад Георгий Перепонов написал, вот это написал. Ученик говорит, что я использую материал из шестого. Ну, то есть, это не от меня, как бы, да, уже. Я просто специально попросил это поставить. А это от Георгия. Он написал это всем нашим ученикам. Когда искусственно шестом замедляет речь, мозг спокойно прорабатывает на автомате все негативы и расширяет степень переработки психологического мусора. То есть, вот это того, что поступает через соцсети, вот той информации визуальной и письменной. Понимаете? То есть, он начинает лучше работать с мусором и начинает более четко и адекватно мыслить. А это клиповое мышление, то есть, чтение длинных фраз и длинных предложений, да еще на замедлении, вышибание клиповых коротеньких сегментов, вышибание буквально из процесса мышления, понимаете? А именно длинные красивые мысли, как описание каких-то технических процессов. Технические процессы преподаются хорошо, но опять же тем, кто предрасположен. То есть, в сам вуз не пускают тех, кто не бум-бум математики и не любит технику, понимаете? А в остальные вузы пускают всех. Купили место, не купили. Никто не сможет учиться в вузе, в Московском институте инженеров гражданской авиации, да? Авиационном, да? Не сможет учиться, если он не владеет этим предметом, поймите. А в любом другом вузе, гуманитарном, психолог, психолог там, кто угодно, лингвист, учится кто угодно. Они покупают эти дипломы, они не учатся, они опять просто знакомятся и просто отсиживают эти 4-5 лет, понимаете? Вот почему в гуманитарной сфере никакого обучения нет, никакой педагогики не существует. Дальше. Никакой педагогики, то есть вы все слышали о Макаренко, да? Логично, да? О Сухомлинском. Сухомлинский, да, сам лично работал, конечно, в своей сельской школе. Правильно произнес, правильно записал. Похоже на методику шестого. Правильно. Сухомлинский умер, все развалилось. Шаталов по 59 раз просил одно и то же детей произносить на уроках людей. 50-60 раз одно и то же. Первый читает этот абзац, второй читает этот же абзац, третий читает. Пока 50 раз не прочитали, как это можно забыть? Никак. Это метод Шаталова. Щетинин организовал какую-то странную секту, которую теперь мы запретили обучать детей. Секту. Щетинина, помните, да, в Краснодарском крае. Никого нет больше. Шаталов, Щетинин, все. Нет. Кто? Назовите мне какого-нибудь типа Аманишвири, что ли. Назовите методиста. Не болтуна, а методиста. А методистов нет. Понимаете? В бывшем социалистическом отечестве. Нигде. Никаких методистов нет. Поэтому назарбаевские люди просят меня за 120 тысяч долларов создать курс казахского в тайне. И передать им права. Потому что они не хотят, чтобы курс казахского создавал русский человек. Русскоязычный. Передал им права. То есть вообще даже не заикался, что это метод Михаила Шестова. Но у них метода нет в Казахстане. И поэтому народ не выучит ни новую письменность и ничего до тех пор, пока мне не заплатят. И пока я не найду на это время. Президент Армении Сарксян Жорша, помните, да? Предложил мне, Шестер, ты сделай курс армянского для диаспоры. Диаспора забывает армянский в Лос-Анджелесе. Так? Сделай курс армянского. Но сделай за свой счет. А потом мы будем продавать его 50 на 50. Я говорю, договора нет? Ничего нет. Я ничего не буду делать. Дайте мне несколько спецов. Нет, вы знаете, спецов и сами находите. Что? Короче говоря, диаспора опять не обучена. Никаких курсов нет. Никто это запомнить не может. Произносят безобразно. Тут находится мой армян, армянин, который в курсе темы здесь находился. Подтвердит, да? Ну, вот армянский нормально звучит. Это вот нормальный армянский по-человечески. Ну думаете, что на окраинах Еревана так разговаривают? Ага. Окей. Sure. Приехали, называется. Повторяю. Сначала человек должен в предмечащих деталях узнать, как произносятся, как воспроизводятся звуки того или иного языка. Не на одну четвертую, как во всех учебниках. Вот то, что вы видите. Вы открываете любой учебник. Иврита, чего хотите. Фонетики там одна четвертая от того уровня, который вам требуется, чтобы выучить ивритм. Испанский, французский, итальянский. Фонетики там нет. Нет. Когда финский и русский наш человек учат или араб, у него нет проблем. Там фонетика похожая. Понимаете? Индонезийский язык. Фонетика один к одному. Лита капана, как говорят в народе. Один к одному. Но как только начинается разная фонетика, то вы все попали. Более продвинутая. Понимаете? Короче. Никакого обучения фонетики реального не существует. Только на словах и в учебнике. Есть раздел. Фонетика. Но фонетикой никто не владеет. Никто. Понятно? Преподают фонетику в мире. Не умеют английского языка. Или преподают, пытаются по одному звуку в неделю. По одному звуку. Понимаете? По одному звуку. Какой один звук? Это все должно осуществляться в комплексе. Дальше. Ну и все. То есть, короче говоря, Перепонов. Он называет себя Перепонос. Скорее всего, в Литве он лежит. Вот. Он говорит, что он использовал мои материалы. Вот это Евангелие особенно хорошо работает. Вот. Не то, что в нем идет, а та манера, в которой вы включаете Евангелие, читаете, восстанавливаете себе память. Да? И заодно еще осваиваете улучшенный вариант. Улучшаете свой уровень владения русским и английским. Вот. Он это использовал на людях, которые вот эту данную ситуацию, данную ситуацию, ну вот этот шок, в котором многие люди сейчас находятся. Да? Видите, я вообще абстрагировался. Видите? Шок. Какой шок? Я ничего не помню. Я просто с вами разговариваю. Правильно? Ничего такого не происходит. Я абстрагировался. Он позволяет абстрагироваться. Занятия по курсу. Вот сколько раз вы его проходите, у вас английский становится, русский английский становится все лучше, 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 лучше. То есть люди используют материалы не для изучения английского и русского, а просто потому, что они работают еще и таким образом, что избавляют от стресса и тревожности. выводят себя из состояния паники и безнадежности. Это его слова, а не мои. Он никакой не педагог, он никакой не лингвист, но он оценил со стороны, он дал мои материалы, занимался по моим материалам своим знакомым и увидел вот этот вот уникальный результат. Вот и все. Это я и так знаю, это давно известно, что мои материалы имеют ярко выраженный, там ставят голос автоматически даже. То есть если вы не умели петь, занимаешься по материалам, вы научитесь петь, имитировать любую речь фактически. Хоть Шаляпина, я не знаю. Ну, если кто позволит связки. Вечерний звон, да, вечерний звон, как много дом наводит он. О, смотрите, Хворостовского изображу сейчас. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный, оперный кронер, знаком. Ну, как можно, развивая рот, развивая рот периодически, да, дать мозгу возможность депилизировать, маразматировать. Как? А никак. Понимаете? Никак. То, что болезнь кого-то из наших, да, вышибает, да, вот как Высоцкий пел, а вчера не вернулся из боя, да. То есть болезни или какие-то обстоятельства вышибают кого-то, да, как бы, ну, не знаю, в каком-то порядке. Кто-то заболел, да, кто-то как бы вышел из игры, да. Это все понятно. Но человек, который развивает мозг, живет долго и счастливо. Понятно? Если с ним, если где-то что-то, ну, случайно там, не знаю, поскользнулся, сломал ногу, да, закрытый, открытый перелом, как джентльмены удачи, да, вот, бывает, очнулся, закрытый перелом, гипс. Вот, это случай случай, случайность. Но когда человек читает, а еще и переписывает, вербализирует, то есть не молча переписывает, а правильно диктует, эту схему Вы тоже получите. Все, проблем нет, мозг продолжает развиваться. То есть человек не тупеет, не тупеет, самое важное. Понимаете? То есть деградация начинается приблизительно с возраста 23. Поэтому в этот момент все должны закончить вуз. Потому что дальше обучения уже никакого толком нет. Дальше ты уже работаешь с тем материалом, который, то есть ты веришь тому материалу, который ты адсорбировал к этому возрасту. Понимаете? Вот. И новый материал тебе кажется чужим, догматическим, каким-то, знаете, недостоверным. То есть начинаешь верить в свой материал и то, что вот ты знаешь, что такое жизнь, как надо учиться, как надо, не знаю, жениться. Ты все типа уже знаешь. Понимаешь? И в этот момент начинается незаметная для человека деградация. Кому понятно, пожалуйста, поставьте цифру 7. Спасибо. Вот. То есть подсказка, вы видите, да, слово подсказка это я добавил. Так вот. Остальное это Георгий написал. Поехали дальше. Что интересного, это еще у меня есть. А, покажу вам, как поэмы читаются. Сейчас напишу вам. Алексей, если вы на месте, пожалуйста, скопируйте текст поэмы в чат, чтобы я мог крупным планом прочитать. Посмотрите. Каждое английское слово, вот вы не знаете этого или не знали, или может быть уже у меня учитесь и знаете, да, вот. Каждое русское или английское слово отдельно считается одним образом, а вместе другим. Отдельно обычно считается через русское слово, считается через А. Сейчас покажу, пока Алексей не скопирует, если на месте. Смотрите. Администратор, можете скопировать эти два четырестишья в чат? Смотрите внимательно. Слово. Ручка. Так считается отдельно. А в речи считается так. Ручка. Отдельно. ХО-РО-Ш-А-И. 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 Или ХОРО-Ш-А-Я. 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 РУ-Ч-КА. Это раздельно. А вместе считается так. ХОРО-Ш-И-РУ-Ч-КЫ. ХОРО-Ш-А-И-РУ-Ч-КЫ. ХОРО-Ш-А-Я РУ-Ч-КА. ХОРО-Ш-А-Я РУ-Ч-КА. кому понятно пожалуйста поставьте плюсик спасибо так тексты поставили нет еще давайте я перепишу что ли если по другой как чемпион мира играется отдыхают мой рекорд это перебить не может даже прекратили пытаться но появился текст ой спасибо но крупным планом для этого просил переписать но вот можно так тщательно проговаривание развивать мозг вот как вы думаете а нет серьезно при том что мозг обращать внимание только видит мир только через рот движения и через пальцы не осязает а воспринимает как бы информацию после 22 лет особенно через пальчики лапки и через рот все все до свидания больше ничего нет извините них шахматы нет и на пьютные игры ничего не развивают мозг не развивается развивается части мозга весь мозг развивается только от чтения потому что чтение triggers чтение задевает какие-то струны мозги память то есть что-то здесь произнес мозг дает сигнал а когда-то было то-то то-то начинается взаимосвязи понимаете то есть новая информация поступает мозг качестве из качественное чтение медленная разных вариантов по-разному и мозг начинает как кусочки ртути в фильме терминатор помните терминатор разлетелся на части нового типа развалился буквально на капельке а потом капельки начали собираться так вот мозг начинает услышав что-либо произнеся что-либо новое он начинает работать он начинает собирать информацию ходить по всему периметру по всему по всему мозгу спасибо он путешествует из самых забытых богом забытых и собой забытых уголков мозга путешествует извлекает информацию и смешивает ее блендин и и блендин и с новой информации то есть новая информация вызывает жизни старую и мозг не может на этом фоне не развиваться повторяю как слова проговорятся отдельно вас никто не учил паразиты не учили или сами не знают не учили по разным причинам просто вот сами не знаю а вам сказали нет то есть я пытаюсь сказать что по моим курсам занимаются люди терапевтический эффект успокоения оптимизация мышления новая информация совершенствования мышления совершенствования речи которым вообще не нужен ни русский не английский потому что другого способа активировать мозг успокоить мозг отвлечь мозг занять чем-то очень полезным что позволяет думать не они позволяет вынуть из каких-то какого-то самых задворков памяти извлечь информацию и использовать с каждым проходом через любой из моих материалов использовать как можно все больше и как можно все больше и больше информации из прошлого то есть объединить весь весь свой жизненный опыт с тем что происходит сейчас а сейчас получается что мозг в тревожном состоянии как бы он думает не знаю он как белка крутится он не может выйти за пределы этого безобразия этого замкнутого круга как цирковая лошадь бегать понимаете только по кругу я говорю почему ворота открыты в цирке они как по что лошадь никуда не убежит потому что она умеет бегать только по кругу еще и слов никуда не убежит цирковой потому что слон тоже ходит по кругу понимать слон не убежит поэтому ворота открыты в цирке не поверите а это читается так я читаю так как читает аристократ и потом постепенно то есть каждым проходом вы отсорбируете это вот называется валовый подход но валовому подходу валовый подход предваряется детальным подходом то есть сначала вы разбираете все мельчайшие нюансы фонетики это мой подарок тому кто что-то сегодня приобретет два подарка реальные правила чтения огромный материал на маленьком материале еще не освоите но 9 часов это нормальный материал видео и там и там часов по 9 до этого достаточно а вам пытаясь преподать фонетику извините по полчаса в неделю или в месяц это смешно это просто смешно это издевательство никакой нормального разбора фонетики в мире нет существует поймите вот если вы попадете в хор руководитель хора вот я руководитель хора да это у меня одна из моих профессий хоровик я научу вас за две недели нормально петь на любом языке понимаете а люди не умеют то есть у меня методик называется не мытьем так катанем и вот это не мытьем так катанем я реализовал и люди пишут у меня есть конкретный ученик мельников да может быть он здесь короче мельников просто периодически читают фонетическую поэму и у него и мышление улучшается и память и вообще все вот это то что происходит так теперь дальше посмотрим ну тут понятно что с поэмой да то есть разбор подробнейший то есть как произносится каждое слово нынны 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 но 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 по тексту но это так это редкое слово крайне редкое слово но тем не менее она обычно произносится полностью то есть на некоторых словах нужно замедлять на некоторых ускорять этого тоже никто не делает то есть считает все с одной той же скоростью абсолютно безобразно никакой никакой тело никакого понимания где точно ставится ударение у людей нет так дальше посмотрим что у нас интересное что это тут а вот то есть я попробую прочитать вам да ну вы уже поняли да я не не пытаюсь вас сейчас учить то есть это нельзя назвать прямо вот фонетическим уроком да я просто покажу слова отдельно считается отдельно смотрите как считается желание я не поймёт папа Тэшка тут без придыхания идет. Беттерд, потрепанный, е-лы-у, потрепанный это е-лы-у, потрепанный это беттерд, е-лы-у, наши такие, да это е-ло-у, е-ло-у, нет, не е-ло-у, вы что, вы что, не знаю, жители какой-то кавказской республики, что ли, горной, дагестанской деревни какой-то, девушка-парень, я обучал даргинцев, лапцев в издательстве в Махачкале. Кстати, русскому языку, не бум-бум, да, нормально, нормально в издательстве, так вот, в главном издательстве страны, республики Дагестан, там такая финская баня, у них, знаете, спрятана, чтобы начальство не знало, спрятана на территории такого заводского помещения и приглашают только почетных гостей. Ага, на берегу Каспии, так красиво. Е-лы-у, дальше, бо-у-лы-р, или бо-у-л, ю-р, бо-у-л, хе-ат, чек, не взял пустая челюсть, чек, ш-ра-у-з-р-з, э-н-д, пы-х-э-а-ты-ны-ты, патент, л-э-лы-э-в, язык заранее, л-э-в-р. Л-э-в-э-в-р, б-у-у-ты-сы, б-б-б-б-б-у-у-ты-сы. Это просто демонстрация, даже не урок. Но если преподаватели и методисты вам не объясняют хотя бы на таком уровне, как произносятся слова, вы не можете нормально выучить язык. То есть нормальный руководитель любого практически звена в западном мире умеет произносить каждое слово отдельно и каждое слово вместе с другими. А в России, в СССР получилось так. Умеют вместе коряво. У кого хорошо, у кого коряво. А отдельно никто не умеет. Диктора попросить диктора не произнесет. Ну, может быть, какой-то актер произнесет. Хорошо тебе ведь будет. Вот это так произносится отдельно, понимаете? А вы такие. Хорошо ведь тебе будет. Какой английский вы можете выучить? В английском языке. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Полная артикуляция. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Полная артикуляция. Let me tell you a couple of things. А не let me tell you a couple of things. И так далее. Куча щепуху. Или как написано. Let me tell you a couple of things. Во как. Дурак дураком. Так, что там еще интересного? Посмотрим. А, ну это песенка хорошая. Смотрите. То есть научитесь петь по-человечески. Если я пою, то англоязычный не уходит. А если поет обычный человек, то англоязычный тоже сразу сматывает удочки. Now, I've heard there was a secret chord. That David played. And it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth. The minor fall. The major lift. The baffled king composing. Hallelujah. 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 И так далее. Вот такие дела. Так. Так. Что-то еще интересного? То есть, короче говоря, если слова не разбирать, никто ничего не выучит. Выучит только один на 200-300 учеников, у которых есть предрасположенность. В технических вузах учатся только те, у кого есть предрасположенность. Английский осваивают. На любых курсах, без курсов, только те, у кого есть предрасположенность. Я обучаю тех, у кого нет предрасположенности. Если у вас есть предрасположенность, тогда обучение идет вообще с сумасшедшей скоростью. То есть, если вы поняли, о чем я говорю, о том, что даже легкое улучшение качества речи. После моих уроков домашние начинают замечать, что ты говоришь лучше, чем раньше. Даже домашние. То есть, ты даже... Обычно люди никогда не разговаривают с домашними на улучшенном русском, на улучшенном родном языке. У меня начинают. Потому что, когда ты начинаешь говорить по-другому, тебе говорят, ты что, заболела? Заболел? И ты начинаешь снова разговаривать, что ты безобразничал все эти годы. Все эти годы с детства. Поняли? Дальше. Так, ладно. Это писал мой ученик. Он считает, что это наилучший пример. Мальчик Женя. Сын моей сотрудницы, администратора из Москвы. Тоже Женя. И сыночек Женя у нее. Из Евпатории девочка. Так, что еще интересного? А, вот. А, значит, давайте, я сейчас буду вам просто покажу. Вот представьте себе. Наш человек вместо Хука, последнее, видите, слово, говорит проститутка Хука. Дальше. Фамилия немецкая. Это такой парк аттракционов, городок аттракционов в Америке. Называется фамилия Буш. До губы сдвигаются Буш. А фамилия президента бывшего, это короткая губы не сдвигаются. Буш. Нашему человеку все едино. То есть, когда наш человек произносит там кальян или проститутка, у него получается, скорее всего, проститутка. Когда он говорит, называет, не может понять, как произносится четко Буш и Буш, у него получается вообще Буш. Никто не знает, то ли речь идет о том Буш, то ли речь идет об этом Буш. Никто не знает, как о Буш идет речь. Дальше. Дальше. Наши вместо слова лук, 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 лук от ми, произносят имя Лукьян, то есть Лука. То есть губами двигают Лук. Ну, типа того. Где такие? Где Лука? Никакого Луки нет. Можете, кстати, разместить эти слова в чате, если вас не затруднит, Алексей. Спасибо. Окей. Алексей, это мой ученик. Окей. Дальше идет. Лэд. Губы не двигаются. Лэд. 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 Видите, да? Это не совсем хороший пример, кстати. Да, это не тот пример, что я хотел. Нет, это Лэд. То другое слово, секундочку. Вот так будет правильно. Тут буква пропущена. Короче, наши произносят одинаково слово. Крышка. Крышка. Ну, крышка к чашке, например. И одинаково произносят слово лидировать. Лид. По-нашему одно и то же лид. Лид, лид. Поэтому никто не знает слово крышка. Вообще, гемо не знает слово крышка. Проговорит неправильно, так? Ну, в лучших вузах. Ну, в истории дружбы народа. Помните СССР? Называли еще его обезьянник. Окей. Я рядом жил на метро Беляево как-то, когда был студентом. Да. Ходил в обезьянник. Слушать безобразный английский. Дальше идет. Дэд. Здесь губы в челюсть не опускаются. Дэд. Дэд. А то будет слово папа. Дэд. Наши вместо мертвых говорят вообще вот это слово. Дэд какой-то. Черт знает, что это такое. Просил вас. То есть это слово дэд, дэд, а это слово дэ, а дэ. Ну, дальше. Пед, пэд. Произносит пэд, пэд. Лык, лык. Лык, лык произносит. Сыт, садиться. Сиденье сид. Произносит одинаково сид, сид. Пыт, это впадина. И Петя произносит одинаково пит, пит. Бит и пит произносит одинаково. Это быт и пы-пы-ит. Сык и сык. Фил и фил. Дак и даг. Лак и лак. Кат и кот. Видите, да? Бат, бат. Суд. Это будет короткое. Суд. Костюм будет длинное. Суд. Губы сдвигаются. Фул, фул. Фул, фул. Нек, нэк. Талант. А тут шея. Бет, бет. По-русски наше всегда говорят русскоязычные. Нек, нэк. Фул, пул. Одинаково. Фул, фул. Дурацкая. Фуд, фуд. Суд, суд. Бут, бут, бат, бот. Бут, бут, бут. Никто не знает, что это такое. Бет, бет. Бет, бет. И так далее. То есть все слова неправильно. Пока за круглым планом. Бет. Бет. Студентов учат говорить. Бет, бет. Пет. Домашнее животное. Пет. Гладить. Русских учат. Всех, даже корейцы. Учат говорить. Бет, бет. Неизвестно, что это такое. Бет, постель, бэад. Наших всех учатся. Глядя, ведущая мышь. Бет, бет. Вместо и того, и того слова. Дальше. Нек, нэк. Наши произносят. Вместо нэк, шея. Произносит слово сноровка. Не сноровка, а умение. Нэк. Моя сноровка. Какая сноровка? Это твоя шея, болван. Окей. Думает про себя. Дурачок. Дальше. Не смог выучить артикуляцию. То есть, с точки зрения англоязычного, да, или до кого угодно. Если ты не выучил артикуляцию, то дебил как бы. То есть, ты получаешь. Понимаешь, в чем дело? Они же, они не понимают, что вы не учились в их школе. Они не понимают, что вы здесь не родились. Они не понимают. Они думают, что вы просто, просто тупорылый, кавычках, член общества. Который где-то там учился. Они говорят, вы учились? Вы такая. Да. Такой. А еще вуз заканчивали такой. Заканчивали вуз я. Дя-дя-бе-бе-бе. Попопопопопоп. Зараза. Они такие. Ну, дебилка, дебилка. Дальше. То есть, как, с той точки зрения, как можно закончить вуз и не говорить на нормальном языке? Никак. Школу. Никак. Потому что они не понимают, что вы учились не в их школе, а в чужой. Они не понимают. То есть, они видят результат. А результат ноль. Все слова неправильны. Порядок слов неправильный. Эрудиции никакой. Похожие слова произносят одинаково. Как можно общаться? Да никак. Как только начинаете произносить вместо одного слова другое, похожее, они начинают зависать. И слушают вас только из вежливости. Например, food, короткое у, да, вот это вот, смотрите. Pool и pool. Это разные вещи. Pool это стариннейший иероглиф, но сотни значений. А pool это бассейн, там бюро, например, что написано. Type in pool и так далее. А наши произносят одинаково. Pool, pool. Бог знает. Дальше. Pool, pool. Наши говорят одинаково. Full, full. Получается вместо full полный, сытый. Да, full. И говорят дурак-дурак, набитый дурак. Full, I'm full и так далее. И так по каждому буквально слову. Так, буду рад любым вопросам. Информации огромное количество. Спасибо. Давайте. Давайте, задавайте любые вопросы, поскольку мы уже позагругляемся. Есть ли кто? Еще раз. Администратор, дайте, пожалуйста, на всякий случай ссылки на оба дистанционных курса. На заочный, всеобъемлющий и дистанционный. Смотрите. Два основных курса. Заочный. Заочный, всеобъемлющий. Вы занимаетесь по собственному графику. Алло, это окей. Консультирует со мной, да? По мере необходимости. Второе. You're welcome. Прекрасный. Прекрасный фингвус. Такое второе. Дальше. Да, вчера, вчера писал парень из Израиля. Говорит, 30 лет, говорит, здесь живу. Говорит, с малых лет. Никак не выучил английский. Не могу. Вчера приобрел дистанционный курс. Значит, заочный, всеобъемлющий выглядит вот так. А не заочный, а второй дистанционный. Да, в него входит на порядок больше материалов. В него входит и в том числе заочный. Сергей Блющ, да? Сергей Блющ. Вы занимаетесь под моим, фактически, под моим присмотром. Я не даю вам совершать ошибки. Афигуруйтесь по любому поводу. Вот такие два курса. Заочный, всеобъемлющий. А те курсы, которые прикреплены, это курсы успокаивающие, улучшающие речь. Понимаете, еще раз. То есть, для набора словарного запаса, во всеобъемлющем заочном, во всеобъемлющем дистанционном, существует большой, огромный словарь. Это уже для обучения в ВУЗе и тому подобное. То есть, это такой, знаете, огромный курс. Вот. Но, запомните, что если вы, вы можете начать с того, что сейчас требуется, просто начать входить в тему. В тему можно войти или занимаясь по всеобъемлющему. То есть, я просто к чему говорю. Занятие по всеобъемлющему курсу тому или тому, все-таки требует больше концентрации. Поэтому лучше всего начать с тех курсов, которые прикреплены. Понимаете, с Евангелия и тому подобное начать. Смысл того, что вы читаете, практически не важен. Главное, что с каждым прочтением вы все больше и больше оптимизируете систему мышления. Вы начинаете снова перестраивать мозг на нормальную основу. То есть, куча людей, говорю, дают много советов. Типа профессора Савельева, да? Ну, они теоретики, а я практик. То есть, если вы мне дадите, я вам просто называл, не договорил одну вещь интересную. Звонит человек и говорит, мне нужно выучить английский за месяц. Я говорю, хорошо, я с вами, мне, ребенку и жене. Я говорю, хорошо, с вас там по-божески, 25 тысяч долларов по-божески. И другие расходы по пребыванию на Гавайях. Ну, то есть, он хочет отдохнуть, да? И одновременно, чтобы выучили вся семья и малолетний. А в чудо не бэйби, понимаете, там трехлетний ребенок или даже еще меньше. Подучили английский. Вот и все. Он такой сидит, думает, а если я не освою? Я ему пытаюсь объяснить. Я начал с обучения группы. Я умею обучать группы. Вокруг меня ходят периодически разные психологи всемирного уровня. И пытаюсь понять, как я обучаю группу. Потому что группу никто не умеет обучать. Группы разваливаются. Группы из семи человек разваливаются обычно на две, три и четыре человека. Понятно? А у шестого не разваливается группа в 20 человек. Понимаете, 25? То есть, они не понимают, как я это делаю. Я это делаю с помощью группового чтения, грубо говоря. Группового письма синхронного. То есть, у меня все сидят, держат пальц на клавиатуре и печатают, например, П. Палец на место. Больше ничего не делать. Все вместе. Р. Как я могу потерять контроль над учебным процессом? Как? А никак. Или все открывают руды, все говорят. Найс. Жи-ал. Найс. И пока вот так вот работаете, вы улучшаете себе память. Других способов улучшения памяти, кроме таблеток, не существует. Ни просто не существует. Или вы идете на курсы вокала, где только выбираете тренера типа шестого, который вам постоянно говорит, ты чуть-чуть не так спел, а тут спел, ты чуть-чуть вот так. Память улучшится. Можете не использовать методику шестого. Просто идите на курсы вокала и пойте. Только пойте отрабатывать не одну песню, а несколько. Они хитрые, они берут с вас деньги за полгода и учат с вами одну песню, типа концертный номер. Полгода. Если вы за полгода ее не выучите, да, они только эту песню с вами гоняют, а поверьте, поверьте, серьезно, не поверите, жулье же, скажите. Так если вы через полгода эту песню не сдаете, они говорят, тогда еще полгода деньги вперед, будем другую песню разучивать, значит, это не получилось. Вы еще не профессионал хитрят. Это лучшие студии, лучшие студии Киев, Москва, Астана, Алматы. Лучшие студии пения так работают безобразно. Так, если ко мне нет вопросов, во-первых, можешь задать вопросы, потому что я тебе провожу подобные мастер-классы крайне редко. Предыдущий был больше месяца назад. Если у вас есть ко мне вопросы. А, обучение шахматам, есть какие-то еще вопросы? Ну, я не знаю, всем ли это интересный ответ. То есть я вам, конечно, могу ответить, конечно. А почему вы, Олег Чжан? Вы, Арменин? Миша Чжан. Олег Чжан. А, окей. Так вот. Ситуацион. 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 Дальше. Ситуация такая. Ситуацион. 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 Сначала разрущим, разрущим, как ходы. Так? А потом. Когда. Начинаем, начинаем не молча ходить, а начинаем бормотать. Бормотать. То есть я сейчас возьму ладью, да, и передвину ее вот сюда. Можно говорить там, там, Е2, там, не знаю, что хотите там. Где она там находится, F2, F4, F5. Как угодно, да? Я передвигаю ее туда. Теперь, когда, то есть начинаете вербализировать свои действия вслух. Понятно? Когда я играла с чемпионкой мира, она мне тоже, как бы, добавила маленький секрет. Она никогда, она всегда играет или тренируется, вот как со мной играла, да? Игла, она проигрывает, она в шоке. Она не может понять, как она проиграла мне. Я же не гроссмейстер, правильно? Как это она проиграла? Она говорит, давай еще играть. Она просто все время бубнит. Ну, то есть, понятно, да? Она раскрыла мне, не сама, а я на нее посмотрел и вижу, она использует элементы, которые называются методика шестого. Методика шестого – это просто правильное обучение. Ну, как я могу сказать? Правильное обучение – это типа, все берите, вы все придумали шестого к этому, не имеет никакого отношения. Воров, знаете, сколько? Жуть! Так вот, она, значит, это она финка, финка, уже женка в Хельсинке. Или турку, я не помню. Так вот, блондинка такая. Так вот, она сидит и бубнит. А если я пойду вот туда, вот это будет вот так-то. А если я не пойду вот туда, вот она сидит и тебя запутывает, да? Как бы запутывать, рассказывает. А если бы я сделала вот это, а если бы я не сделал это? А муж ее сестры, мой партнер, тоже, тоже думает, что тут сидит все время, болтает бесконечно. А если бы я пошел сюда, может быть, стрелая туда, а может быть, туда бы пошел, а это туда пошел. Вот это и учит. После этого, внимание, после этого включаете на замедлении работу компьютера, игру компьютера сам с собой, чтобы компьютер играл за вас. Как Рокодилгена, помните, переворачивал. Только Рокодилгена сам делал ходы, а вы просто включаете валовый поток. Это то, как я научился играть в шахматы. Так что, извините, я поставил чемпиону школьный мат в три хода, господи. Он после этого плюнул и сказал, что больше со мной играть не будет. Понимаете? Он просто ошалел, как такое может быть. Я видел других мастеров. Они знают, что делают, не поверите. Они говорят, смотри, говорит, сюда. Это круче, чем чемпионка Америки. Он говорит, смотри, вот эта пешка сейчас идет в ферзи, и ты не сможешь ее остановить. Вот такого я видел человека. Так же я бильярд видел такого же спеца, который все шары укладывает, и ты ничего сделать не успеваешь. То есть, если он начинает, ты проиграл. Китаец. Я видел в сентуках такого. Он меня учил чуть-чуть играть. Так вот, бильярд. Но я бильярд не достиг больших высот, потому что мало практики. Я кое-что не смог уловить. То есть, если что-то смог уловить, я могу вам преподать. Так вот, дальше, что я сделал, после того, как я поболтал чуть-чуть, да? Проговаривал. Лошадью ходи там, ну так далее. Слух, слух, понимаете? Люди молчат. Потому что они обычно, кружок шахмат и кружок, все молчат, правильно? Чтобы не мешать окружающим. А это и есть ключевая ошибка. То есть, нет вербализации действий. Вербализацию. Нужно включить вербализацию. А потом что происходит? Ты медленно вошел в состояние вербализации. Потом ты включаешь игру компьютера. Белые начинают там выигрывать, грубо говоря. Ну да. Включаешь чужие партии. Причем не легкие, а самые какие только и сложные. Понятно? Которые были в истории. И ты включаешь... А у тебя мозг, поскольку он постепенно, да? Лошадь туда, это сюда, офицер туда, это да, это да, коль туда. Ну да. Королева туда, ферзь туда. Как угодно называешь шахматные фигурки на свой манер. Понимаете? После этого я просмотрел тысячу партий. Батвинника, Спасского, Алехина. Я просмотрел тысячу партий. Вот так, как это... Как за клубком гоняется котенок, да? Я просто так... После этого кто-нибудь садится против меня играть, у него шансы примерно, независимо от уровня, хоть гроссмейстер, шансы примерно 50 на 50 уже после этого. И вот я играю, они говорят, как ты это делаешь? Я говорю, так я это делаю. Со мной известный программист попытался сыграть, такой на меня глядя, знаете, из Винограда. К Данию приехал программист, со мной работает, из Винограда. Мальчик год, то есть весь в черном, такие ботинки и так далее. Умнейший парень, просто умнейший. Слов нет, такой аналитик. Он такой злой, как собака, сидит на меня смотрит. Он думал, что он меня сможет обыграть. Что говорю? Ну давай, малыш, поехали. Он такой, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк проиграл. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк проиграл. Он говорит, а можно с вами в нарды поиграть? Я говорю, можно в нарды поиграть? Опять проигрывает, проигрывает. Не буду с вами больше играть. Злой. Я говорю, хорошо, давайте я датскому научу. Я ребенка научил датскому. Ну 20 лет у мальчишки. Ребенка высоченная. Научил мальчишку датскому. Так что он, вернувшись за Виноград, побежал искать словари и учебники, чтобы продолжать учить дальше. То есть я ему базу преподал буквально за несколько часов. Напряженнейшим образом. Говорю, посмотри сюда. Вот это вот так, это вот так. И все переставить, будет так вот так, с короговоркой. Повторяй за мной. Вот это так. Вот это произносится так. Вот такая фонетика. Вот это так, 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 так. Без записи, без ничего. Он говорит, через год меня встретил. Говорит, я не могу остановиться. Говорит, продолжаю учить датск. Так, если вопросов больше нет, поставьте, пожалуйста, мне оценку по десятибальной шкале. А, кстати, вы можете себе написать мне по скайпу. Сейчас напишу скайп. Секундочку, Оксана. Обещаю ответить в течение недели всем, кто напишет мне по скайпу, в связи с большой занятостью. Так, по поводу, Оксана, вы что спросили? По программированию тоже нужна вербализация. Нужно название каждого символа. Нужно проговаривать и проговаривать, и писать. Я имею в виду, вот код, да? Вы должны не молча это делать. Понятно? Вы должны сделать такую же вводку, вербализацию, вербальную вводку, как я только что объяснил про шахматы. Когда, то есть, когда играете в теннис, не нужно просто бегать и просто тут что-то размахивать, а нужно, нужно, нужны советы тренера. То есть тренер должен что-то говорить, а вы должны это повторять. Когда вам говорят, вот сейчас подожди, да, ты подъезжаешь к светофору, да, ты можешь, да, к знаку стоп, ты сначала должен посмотреть налево, кто бы обязательно посмотрит направо, посмотрите еще раз налево, посмотрите направо. Потому что движение перед тобой нерегулируемое. То есть ты просто пропадешь, попадешь и погибнешь. То есть, и ты такой, да, я попаду, пропаду и погибну. А если ты будешь просто это слушать, то ты таки и погибнешь. Спасибо вам огромное за оценку. Что там еще спрашивали? Что полезно есть для здорового человека, а для здорового мозга? Вы знаете, как ни крути, но чисто сыроедение не проходит. Мозг недостаточно, недостаточно. То есть мозг привык, поскольку мы все-таки кровожадные животные, мозг привык к какому-то типу мяса. Да, то есть, в основном, значит, определить, что полезно, а что не полезно, можно одним простым способом. Напишу сейчас вам. Спектральный анализ, по анализу волос. Так и напишите. Определение степени вредности продуктов по анализу волос. То есть, в Новой Зеландии есть такой, ну, я не знаю, походу Америки, скорее всего, тоже есть. В Новой Зеландии, в Минздраве, если не ошибаюсь, есть такой, у меня там ученики, есть такой вид услуги медицинской. Ты даешь, отвязаешь локон, они анализируют локон и выдают тебе список, что тебе вредно, а что тебе полезно. Например, мой список показал, что мне вредны пары бензина, овсянка, молоко в любой форме. Вредно, прямо вот разрушает организм, понимаете. Другого человека, не поверите, говорят, нельзя есть устрицы. Хотя он не ест устрицы, но тем не менее устрицы. Потом начинается, не ешь что, не ешь это, понятно. Там такой список, прямо выдают список. И я и все мои знакомые прошли через вот такой способ определения. Определение полезности. То есть полезен, полезен там brown rice, да, коричневый рис, овощи, естественно. Это целый, целый, целый список. Мы можем с вами попытаться это обсудить. Когда вы напишите мне по скайпу, я вас добавлю в группу, и вы там можете задать мне этот вопрос, чтобы сегодня подробнее не морочиться с этим делом. Хорошо? Вот. Так, огромное спасибо за внимание. Все, почти все мне поставили оценку. Почти все, да, или не все. Обучение шахматом объяснили. Так, обучение Глена Фортепиано. А, Лена, я не ответил. А, обучение Глена Фортепиано, повторяю. Так, внимание, раз уж задали этот вопрос, важнейший момент для ваших детей, для племянников, кого хотите, для вас. Очень важно развивать руки любым способом. Кот-рис поднимать, перебирать, что хотите. Пальцы, вот эти три пальца должны быть задействованы. Если вы еще будете что-то болтать, когда будете что-то делать этими пальцами, тогда вообще успех обеспечен. То есть, все проблемы, не объединение движения рта, звуков, издаваемых ртом, с движениями рук. Кому понятно, поставьте плюсики. Ясно? То есть, когда вы что-то делаете руками, рот должен еще что-то произносить, работать, описывать. Называется вербализация. Ну, хоть субвокализация, хоть бормочите что-то про себя, чтобы никто другой не слышал. Но вы должны это описывать, описывать движение. Вот сейчас возьму вот эту одну, значит, одно зернышко риса, положу сюда. Возьму еще одно зернышко риса, положу туда. Вот это называется вербализация, которая развивает мозг. Движение, сопровождающееся голосом. Если кто-то вам этого не говорит, любой из корифеев, кто из себя пытается изобразить методиста, педагога, кого угодно. Если он этого вам не говорит, что нужно объединить рот и пальцы, и руки, говорить и делать. Делать и говорить. Наоборот. Можно и так, и так. Сделал, сказал, сказал, сделал. Понятно? В обе стороны. Значит, это абсолютно, это аферисты. Это просто аферисты, которые делают вид, что они что-то где-то прочитали. Ну, как у Бехтелева, да? Это не аферистка. Я просто к тому, что они теоретики, практики, их деятельность не имеют. Никакого отношения. Я просто беру, я просто начал с обучения неспособных людей, поймите. Азбуки Морзе. Азбуки Морзе. Я за две недели обучил ребят без голоса и слуха. Сто процентно. Так как все в любом случае за год бы не обучили. Без голоса и слуха. Из деревень. Ивана, не знаю. Ивана Франковск. Господи. Не знаю. Улюпинск. Я обучил ребят в армии. Азбуки Морзе. Две недели. Обучать нечего. Как? Все молчат. Двигают ключом. И мама дома. Яногорка ушла. Это тититата. Тиреточки тире. А я говорю. Рот говорю. Открыли. И начали петь. И мама дома. Двойка. Яногорка ушла. Так ключ работает. Просто быстренько эта точка. Подольше это тире. Купите сало. Четыре точки. Командир полка. Пятерка. Петя Петушок. Петя Петушок. Петя Петушок. Пока и начнут это петь. Две недели они все обучены. Если бы они молчали. Как они обычно это делают. Потому что они в группе боятся это все петь. Они синхрон не могут организовать. Которые свободно организуют. Только в большом театре. Понятно? Синхрон. А я синхронно организую. Понимаете? Научных курсов. Синхрон. 25 человек синхрон. Нет проблем. Понимаете? Идеальная дисциплина. И то же самое при обучении игре на фортепиано. Нужно озвучивать то, что ты делаешь. То есть нотную грамоту. Не молча читать. Понятно? Глазами. А поговорить. Ре. Вот это ре. Вот это ре диез. Вот здесь вот. Каким пальцами должен взять? Вот этим пальцем. Здесь нарисована такая распальцовка. А это лучше ли это распальцовка? Или может быть это распальцовка для каких-то. Для детей. А потом я не смогу сыграть быстрее. Более уверенно. Потому что это не та распальцовка. Они дают для детей болваны. Одну распальцовку. Руки уже нормального размера. А потом через несколько лет дают на этом же произведении болваны другую распальцовку. То есть понимаете, да, распальцовка разная. То есть ты выучил так, а потом ты не можешь на другую переучиться, грубо говоря. И у тебя получается, что ты остаешься на низовом уровне. Понимаете? Детская распальцовка. У них две-три распальцовки. Кому это надо? То есть расписано, какая нота берешь таким пальцем. Прямо написано. Первый, второй, пятый и так далее. То есть не добавляйте вербализации. И последнее. Когда можно взять руку студента, студента свою, и вот так вот, смотрите, поделать какие-то движения, да? Ну или там нажать до-ре. Он не только нажимает, да, сам, сама, да? Не только нажимает до-ре-ми или до-до-де-с-ре-ре-де-с. А он нажимает, вы нажимаете, берете палец его вот так, смотрите. Нажимаете до-о-о, берете палец-ре-ae-ми, усиливаете ф-ва-а и так далее. Кому понятно, пожалуйста, поставьте плюсики. Спасибо. даже при сурдопереводе даже при сурдопереводе глухонемые костер многие глухонемые они могут какое-то мычание изобразить да вы знаете как у обезьяны отсутствует способность говорить а у глухонемого присутствует способность что-то мычать то есть это та же получается какой-то комплекс сигнальный такой знаете комплекс называет какое-то движение то есть если звука еще добавить звука к движениям рта и движение рук добавить звука еще чуть-чуть любого бубнения какого-то но бубнения бубнения не просто объявления как бы чуть-чуть как бы описывающего действия на любой части какой-то сигнальный комплекс тогда тоже будет работать так огромное вам спасибо за внимание еще раз обращайтесь ко мне свободно можете написать мне по мессенджеру любому эти по скайпу проблемы это вайбер да вайбер вот сэп и так далее что там еще есть а телеграм телеграмм идет короче слово supreme learning что такое супремление другого способа нормального обучения не существует то есть это вот то есть автор supreme learning это я я вам рассказываю на базе своего огромного опыта рассказываю даю самую точную последние последнюю информацию какую только мне удалось раскопать понятно то есть любая новая информация не догматик любая новая информация поступает в мозг минглс то есть перемешивается и потом выдается на гора что еще скорость прогревания ограничено играть на пианино надо быстро скорость проговаривания на игру не влияет конечно то есть ты показываешь просто загонял потом работы также в шахматы еще раз ты разминаешься так пока ты можешь говорить быстро ты говоришь потом ты быстро двигаешь ты уже не успеваешь сказать ты пытаешь пеношу и пошел пешку сюда пешку сюда пешку сюда а потом просто замолкаете просто показывать им что можно сказать медленно чуть побыстрее еще чуть побыстрее еще чуть побыстрее а он дальше уже сам подхватывает и в состоянии делать это еще быстрее еще быстрее еще касשוב встречу огромное спасибо за внимание всего наилучшего до встречи на любых моих курса курсы заочные то То есть общение со мной, любые вопросы гарантированы. Это единственный способ, потому что когда человек у меня не занимается и задает море вопросов, у меня особо нет желания с ним общаться, потому что он не осознал, куда он попал. Насколько ему повезло, что он получил наконец-то объективную информацию на эту тему. Он не понимает. Как говорила моя бывшая жена, всех больных в свою постель не уложишь. Поэтому если у человека есть какие-то претензии, какие-то догмы и тому подобное, то он идет и учится сам. Я не обучаю людей, которые пытаются высказывать какие-то свои рассказы, свои мысли на тему, как правильно обучать и тому подобное. То есть по ходу дела не нужно меня учить обучать. До обучения можно поговорить со мной, может быть в перерыве можно попытаться поговорить. Но во время урока мне рассказывать, что я должен тебя, бывают такие болваны, реально болваны, правда. Он сидит и говорит, а я думал, что меня будете обучать по-другому. Я говорю, закройте рот и делайте то, что Шестов сказал. Я знаю, как вас обучать. Я любого человека знаю, как обучать. Только вы рот открыли, пару слов сказали, я уже знаю, какую методику обучения к вам конкретно применить. Он сидит и говорит, я думал, вы будете меня тренировать. Я говорю, я не буду вас тренировать до тех пор, пока вы не научитесь правильно произносить слова. Вы думаете, как я ускорил мышление? Да вот так, показал мозгу, что можно и так проговорить, и так проговорить, и быстрее проговорить, еще быстрее проговорить. И научился. И вам того же желаю. В результате у меня очень быстрое мышление. И я мгновенно реагирую на большое количество раздражителей. То есть я дошел до того, что я читаю текст диктора абсолютно идеально, и при этом думаю о своем. И вы тоже этот навык освоите. Вы и ваши детки. И будет вам большое счастье. Всего хорошего. Запись, скорее всего, будет. Она будет разослана по всем адресам учеников. У нас их достаточно много, много тысяч. И поставлена везде. Если цена, если вы не успеете сделать предварительный заказ, и цена изменится, то у вас не останется никаких вариантов, кроме... У вас останется два варианта. Первое, попросить меня лично вернуть цену, которая сейчас фигурирует. А второе, подождать несколько месяцев, пока снова будет какое-то спецпредложение. Но оно не обязательно будет дублировать то, что было сегодня. К сожалению, да, я бесплатно работал раньше, много работал. Бесплатная работа абсолютно не заходит людям, в кавычках. Не заходит. То есть они ведут себя потребительским образом, достаточно хамовито. Когда я пытался бесплатно обучать преподавателей по всей Америке, бесплатные семинары, да, приходите, я вас научу обучать. Хамовито, достаточно хамовитое поведение. Мне не нравится. Если человек не заплатил хотя бы что-нибудь, он не учится. Он считает, что это ничего не стоит, поскольку это бесплатно. Поэтому бесплатно, никакой работы бесплатно не будет больше. Извините. Хамски себя вели у меня на бесплатных уроках. Многодетные матери я их обучал бесплатно. Инвалиды, матери-одиночки. Вели себя так, как будто я был обязан их учить. Понимаете? Не я им оказал услугу, а они приходят, начинают что-то еще требовать, знаете. А ну давай, давай, типа давай, вперед, вперед, шестов. Короче, мне это надоело. Деятельность мать Терезы мне надоела, к сожалению. Даже детей, друзей, и это я не обучаю бесплатно. Ни при каких, даже если говорят, мы с тобой больше не будем иметь никакого дела. Я говорю, всего вам доброго, до свидания. Увидимся в следующей жизни. Так, всего вам доброго. Так, что там спросили? Интересные особенности? Да, да, да. Очень-очень интересно, Елена. Всего доброго, дорогие друзья. Очень был раз вас видеть. Не волнуйтесь, все устаканится. Все будет хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...